Есть такая служба ETF. Это алкоголь, табако, фаерармс. То есть, типа, алкоголь, табак и оружие. Типа, регуляция. Федеральная. В нормальной, типа, стране у тебя магазин так должен называться. И такие магазины тут есть, слава богу. Ты можешь в Волмарте, типа, в Колорадо в Волмар заходишь, и там можно ствол купить. В магазине продуктового. И патроны. И это нормально, я считаю. И могу за это пояснить, но это, типа, федеральная служба, которая придет и проверит. Вот ты когда, там, купишь в каком-нибудь лицензированном магазине, ты там заполнишь какие-то формы, эти формы туда отлетают. Сейчас идут суды активные, что, типа, эта служба федеральная пытается создать базу данных владельцев типа оружия. А это неправильно. И они там мамой клянутся, что, типа, ничем мы не создаем. Но, правда, у них утечки подсказывают, что там все создается. И против этого здесь... Насколько я слышал, это связано с тем, что течение оружия очень сложно отследить, потому что ты можешь там в одном магазине купить, в другом купить. И если не будут единые базы... Все, конец. И это законно. Ладно. Ну, то есть, конец. Понятно. И при этом в Штатах для понимания около... Ну, оценки, что примерно 400 миллионов единиц оружия у 330 миллионов граждан. Это больше, чем... Большая часть армии в сумме, типа, если их количество стало служить, просто у граждан. Это очень хорошо, потому что, если, типа, что, что... Штаты выживут. Лекс, как у тебя вообще обстоят дела с твоей ассимиляцией. Продвинулся как-нибудь в Польше? Нет, пока что не продвинулся. Я могу тебе рассказать немножко про мою ассимиляцию, про попытку ассимиляции. Ну, давай, давай. Я вчера ходил на спектакль, любительский спектакль людей, которые решили в какой-то момент организовать действия, поставить пьесу Теннесси Уильямса. Small Craft Warnings называется. Сделать это в баре. И, чтобы ты понимал, один из чуваков, который там играл, собственно, бармена, был парень, который участвовал в It's Offline. Это такой, может быть, помнишь, парень с длинными черными волосами. Вот. Он играл бармена. И это забавно, что люди, которые занимаются совсем другим, то есть он айтишник, по-моему, он занимается DevOps, если я ничего не путаю. И, короче говоря, он играл там бармена. Но нет, самое забавное, что добавило колорита всей этой постановки, помимо того, что она была в баре, помимо того, что там было довольно мало людей, в основном это были друзья, собственно, те, кто там выступал, там были монологи. Вот там один из монолог, он был про что-то связанное с гомосексуальностью. То есть это такая, там много всяких тем поднимается в этой пьесе. И вот этот монолог идёт, и это Турция, чтобы вы понимали, Стамбул, и начинается вечерний намаз. И то есть слышно в соседней мечети вот это вот молитва, вот это вот завывание. И, короче, он читает монолог, такой клёвый монолог на английском, и слышно на фоне вот эту вот молитву. И весь зал просто разрывается, смеётся. Вот так вот я погрузился немножко вчера в культуру. Ну, это ещё раз подтверждает, что Стамбул один из самых светских городов Турции. Пожалуй, что да. Пожалуй, что да. Окей. На самом деле, сегодня мы хотим поговорить про страну, которая, ну, не знаю, как у тебя, Алекс, но у меня она вызывает противоречия. Ну, то есть, с одной стороны, мне кажется, что я её очень-очень-очень хорошо знаю. То есть, как будто бы вот с самого-самого детства она прям вплетена в нашу жизнь. Мы сейчас говорим про Соединённые Штаты Америки, и, ну, если подумать, мы родились в 90-е, нас воспитывал сначала телевизор, потом интернет. И, собственно, телевизор 90-х это во многом шоу из Америки, сериалы из Америки, фильмы из Америки, и вообще какая-то вот культура Америки. Там традиции, праздники, всё, что, собственно, характеризует американскую культуру. Товары, Кока-Кола, то же самое. Всё, короче, к нам пришло, и мы как-то вот, как будто бы жили, как будто американцы были нашими соседями. У меня такое было всегда ощущение. Потом пришёл интернет. Не было такого ощущения. Вообще, вот у меня, я понимал, что это какая-то американская культура, но для меня она всегда смотрелась как что-то из телека. Ну, вот ты смотри, ты там знаешь Терминатора, знаешь его почти дословно. И ты такой думаешь, блин, его где-то снимали, эти актёры где-то живут, они пьют Кока-Колу, которую ты тоже можешь попить, но они где-то далеко, у них там какой-то свой рай, который ты только через телек можешь увидеть. Вот в детстве так было. И оно из-за этого казалось очень далёким. То есть это какая-то, это как другая цивилизация, не знаю, другая колония людей на другой планете, до которой ты не можешь добраться, но ты очень хорошо её знаешь. Вот это для меня это всегда выглядело так. Какой-нибудь мир Толкиенов, в который ты никогда не сможешь попасть, скорее всего, но ты его знаешь вот прям там дословно. Для меня это так воспринималось. Прикольно. Я был близко к лекцию до первого приезда, а потом стало близко вот как к Артуре, как будто я типа знал уже. То есть эти слои начали мёрзжаться обратно теперь в моей памяти с обратным восприятием. Прикольно. Прикольно. К нам подключился Артём, собственно, гость нашего вечера. Он будет нам, нашим проводником, хотел пошутить полупроводником, потому что ребята тут шутили, не шутили, а разгоняли про физику. Шутили. Лёшу про физику рассказывали вообще. Да. Артём нам расскажет немножко сегодня про Штаты, будет нас туда проводить, потому что я не был никогда в Штатах. Лек, ты, по-моему, тоже не был, да? И вот сегодня, собственно, Артём более известный как, насколько я понимаю, абстрактный мужик в Твиттере. Твиттерская тусовочка подключилась. Твиттерская тусовка знает. Либо вышла из чата, я не знаю. Да. Артём, привет тебе ещё раз. Да, всем привет. Давай, наверное, начнём с такого момента, что ты живёшь немножко... Ну, если говорить про вот эту вот театральную или там кинематографическую Америку, она для нас характеризуется, наверное, там Калифорнией и там Нью-Йорком. А ты где-то живёшь как раз посерёдке. Ты вот где-то попал в город Денвер, если я ничего не путаю. Путаю. Нет, не в Денвере, да. Я бы не хотел... Колорадо Спрингс, да? Да? Да, Колорадо Спрингс, да. Я же говорил. Окей, значит, я ошибся. Но, тем не менее... Это недалеко. Это недалеко. Я понимаю, что да, это очень далеко. Это тоже где-то примерно в середине. То есть это такая, ну, в моём, по крайней мере, таком обывательском понимании, какая-то серединная Америка. Можно ли вот её назвать той самой, не знаю, одноэтажной Америкой, о которой писали Ильф и Петров, или что это вообще такое серединная Америка, кого там жить? У меня есть тётя с дядей, которые переехали в Америку в конце 90-х, то есть когда вот сова прозвалился, они были в образовании тётя бизнес-аналитик, а дядя программист. И они переехали в конце 90-х в штат Коннектикут, и я к ним вот ездил, наверное, раз в 10. вот там такая. Наверное, из того, что ты описываешь. То, где живу я, она другая. Несмотря на то, что это действительно центр вообще буквально Соединённых Штатов, Колорадо, здесь... Короче говоря, вот, наверное, то, что ты описываешь, где все соседи друг друга знают и жарят барбекю, это... Тут есть такой термин cookie-cutter neighborhood. Cookie-cutter — это когда ты берёшь, я не знаю, там... В моём детстве это был стакан, да, и ты раскатанное тесто вот так вот, типа, шарахаешь, и у тебя, получается, да, все одинаковые кусочки теста, ты там потом, не знаю, пельмени лепишь, ланты. Да, мы же из... Ты из Татарстана, я из Башкортостана, там ланты, наверное, да. В других частях России лесу, где пельмени. Вот. Здесь похожий термин — это cookie-cutter, да, то есть это какой-то, типа, вырезатель из теста вот этих печеньев, типа, одинаковых. Потом ты на них, может быть, какую-нибудь шоколадную крошку там насыпешь. И есть такие нейборхуды, то есть районы, да, в которых все дома одинаковые, у всех примерно одинаковые участки земли, и все примерно одинаково живут. Я в таких жил только, снимая, там, Airbnb, вот перед этим, кстати, городом, мы жили два месяца в таком. Это не моё. То есть мне не нравится, когда все дома одинаковые, во всяком случае. Дальше, типа, если мы как-то расширяем эту логику, есть районы, которые вот в 70-х был такой расцвет Америки, который, я не знаю, его в Fallout'е видно, наверное, где у всех такие... Ну, реально, если вот ты его как-то максимизируешь, да, как там, когда идеализируют СССР, так же, когда идеализируют Америку, когда у всех такие, типа, блестящие машины, там, хронированные, да, там, типа, какие-то роботы, кофеварки, все такое, типа, массивное, вот, типа, если она звуков не издаёт, она для американцев вообще даже не работает, наверное. И... Ну, вот тогда строили в 70-х дома разные, то есть есть районы прямо, когда, ну, для контекста, мы взяли дом, и мы объездили лично, наверное, домов 30-40, а посмотрели объявления, наверное, там, несколько сотен точно, прям подробно. И вот районы, которые в 70-е были построены, они прям уникальные, то есть там каждый дом уникальный, у него участок уникальный, закругления улиц уникальные, перепады высот, ну, понятно, это уже от ландшафта зависит. Вот это интереснее, я не уверен, ну, вот мы сейчас живём, мы знаем, там, сосед слева, справа, сверху, но это не значит, что мы тусуемся каждые, типа, там, выходные вместе. Мы можем поговорить, у меня на Бакьярде просто там сосновый лес, то есть... ты говоришь слева, справа, сверху, это в смысле по горе, да, сверху? У тебя немногоквартирный ждал? У меня на горе стоит, у меня немногоквартирный, но он двухэтажный, но слава богу, немногоквартирный. Но он весь твой. Ну, на процентов 15, всё остальное пока что принадлежит ипотечной компании, да? А, ну, ещё и жены, то есть даже ещё меньше, на половину. Ну, больше всего процента уже хорошо. Да. И вот у меня на Бакьярде сосновый лес, дом стоит на горе, на высоте 1980 метров над уровнем моря. Это офигенно вообще. И сосед, который чуть-чуть пониже по моей горе, он гуляет кошек своих. У него две кошки, и он их натурально просто гуляет. У нас нету заборов между нашими участками. И он иногда спасят на мой. То есть это когда нарушают границы своего участка, заходят на мой. Ну, естественно, мы пока друг друга не перестреляли, но... И это вообще удивительно, что... Ты всегда видел там, не знаю, ролики, как люди гуляют кошек, да, на улице без поводков. И думаешь, ну, наверное, это прикол. И вот у меня теперь такой сосед, они буквально ходят с ним где-то по лесу. Без поводка кошки гуляют. Без поводка, да. И он горит недавно. Я бы очень хотел с ним плачаться. У нас здесь, короче, у нас есть, да, ну, я с ним общаюсь по этому поводу. И он иногда просто подходит, я там выхожу на патию, у меня есть, получается, дом стоит на перепаде высот так, что вход с первого... Ну, как бы на фронте дома, на фронтьярте дома вход на первый этаж, а выход... Короче, и есть подвал, а выход на горе на улицу на подвал. Это очень... Я думаю, мы сможем фотку тут ставить в видеоверсии, как у нас в видеоверсии. Да, 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 да. Я постараюсь отправить вам фотки, какие-то видосы. Очень красиво здесь. И... Человек хотел сказать, что у нас здесь еще животные, короче. То есть к нам периодически просто, как диснеевская принцесса, к нам приходят олени прям с таями. Я недавно из гаража выходил, просто пять стоят. У меня нет фотки, потому что... Олени? Моя последняя. Моя последняя, наверное, была бы фотка, если бы я еще стоял фоткать. Да, просто семейство иногда проходит для нашего этого. Это у меня есть в видосах, я вам скину. Здесь есть бобкаты. Это... Как это называется? Такие, типа, горные кошки здоровые. Типа пантер только такие. Ну, не пантер, наверное, типа... Они опасны для жизни? Да, они опасны для жизни, не стоит к ним подходить. И вот у меня соседа рассказывал, как он недавно искал кошку свою и нашел ее на дереве. И потом, типа, ему другой сосед сказал, да, там, бобкат, типа, твою кошку загнал на дерево. Здесь ходят медведи. Буквально вот у нас есть парк в трех минутах, куда мы водим собаку, которую мы недавно завели. Там написано, типа, осторожно, медведи, змеи, вся фигня. Ну, короче, прикольно. Прогоняли зайцев просто. И это в городе, для понимания. То есть город довольно большой, на 500 тысяч человек. Просто вот он так в природе стоит. И при этом у тебя нету забора. То есть у тебя забор с участком не может с лесом. Да, у меня участок какой-то лес. То есть эти аллеи, они могут прийти прямо к тебе на участок. Да, да, да. И люди здесь, вот конкретно в нейброхуде, в котором я живу, все дома уникальные. А у меня дому 50 лет где-то. То есть там 76-го где-то было постройки. И нету домов одинаковых в этом районе. Это очень классно. Это очень приветно. И они все встроены в город, так или иначе. То есть кто-то обыгрывает там камнями, как-то, это у кого-то перепады участка такие, что там типа четырехэтажный в итоге дом, ты когда присматриваешься, он просто вниз куда-то в пропасть улетает. И там типа... И это Америка, она... Я не могу ее описать одноэтажный Америка. То есть она какая-то такая, что все ценят частную собственность свою, да, и такие, ну, давайте жить вместе, чтобы там инфраструктура была вот как-то так, наверное, да. Куки-кадрные бархуды, они вообще одинаковые. То есть мне из них хочется бежать. Ты как в этом... Как этот фильм называется? Шоу Трумана. Там все они нахуй реально. И ты не понимаешь, ну, ты реально можешь зайти в чужой дом, мне кажется, если ты там по пьяни не поймешь, потому что они просто одинаковые. Они построены одним застройщиком, да, и сданы там условно с одинаковой отделкой. Окна, двери, участки. Вот из таких, скажем, бытовых, да, сценариев, мы, получается, я в Америке уже два раза живу, до этого был только наезд. Три года я отжил в Калифорнии, почти три года, и вот сейчас вернулся после войны, еще раз визу сделал рабочую, и мы в Колорадо сразу приехали. И для понимания, вот в Калифорнии я жил в Сан-Франциско, тоже в доме, но прям в городе, да. И только первый этаж я снимал, потому что там так дорого. Ты не можешь там... Ну, ты можешь весь дом снимать, но это просто, я не знаю, когда ты один живешь, это неразумно. И там я ничего не мог. У меня не было ни бэкьярда, фронтьярд был, просто там цветочки какие-то, да, я ничего не мог сделать, у меня даже горожан не было, да. Потом апдейт, типа мы здесь снимали несколько разных домов, пока искали. И вот под Новый год мы попали в одном из городов, где мы снимали дом, в Кубкаторной Бархуде как раз. Там мы взяли пермит под Новый год, захотелось съездить, мы почитали в Колорадо, прям в газетах, типа пишут, вот наша традиция, типа ездить там на Новый год типа за елками в лес. Ты в своем каунте, я объясню, что это такое, покупаешь, типа, разрешение, лицензию на срок, типа, одной елки, там 20 баксов она стоила, и ты помогаешь, типа, обслуживать лес, чтобы там не было лесных пожаров, тебе, словно говоря, теперь разделены зоны, в которых ты можешь пойти и срубить дерево примерно каких-то размеров. Вот. И мы так и сделали, мы купили лицензию, поехали на двух тачках с моим другом хорошим, который тоже вот из Калифорнии сюда перебрался, когда я приехал. Который стол тебе помогал затаскивать, ты в Твиттере писал. Да, да. Ой, чего мы только с ним не делали. Ссылочка на Твиттер, отталкиваем музыка, это описание. Суть до дела такая, что мы эту елку привезли, да, то есть мы ее срубили в лесу, отылили в смысле, привезли, и она очень долго стояла, там два месяца очень хорошо стояла, потому что сами срубили, и мне ее надо было потом, типа, выкинуть, да. И я такой, типа, выхожу, уже стемнело, на фронт-ярд, у нас есть и фронт-ярд, и бэк-ярд, начинаю, типа, эту елку, с топором выхожу, или с пилой, начинаю ее что-то, типа, поваять, и понимаю, что... Сейчас минуток кто-то... Это вообще не про этот район, типа, что-то какой-то чел, типа, вышел на своем фронт-ярде, типа, с фонариком каким-то налобным, да, типа, и больше это какую-то елку. Ну, а что-то не нарушает никаких законов. Да, но там ни у кого нету своих деревьев, понимаешь, типа, у всех просто вот газон, понимаешь, да, и может быть какой-то ландшафтный дизайн, там, в виде, не знаю, островка с камнями и цветочками, да. Вот здесь я на второй день заказал колун, топор в смысле, и, ну, периодически рублю дрова на бакьярде и вообще чувствую себя прекрасно. То есть у меня даже мысли не возникают, что я делаю что-то неправильно. У меня есть свой driveway, да, свой гараж, то есть это... Ты, ну, типа, ты можешь разжечь камин, там все камины были газовые, да, то есть ты периодически слышишь запах дерева, ты понимаешь, что здесь как бы люди что-то делают на своем участке, да, у кого-то какие-то свои приколы, кто-то там чинит машины, кто-то пилит что-то, у кого-то, я уверен, кроме меня будет 3D-принтер, там все что угодно, да. Вот. Это, наверное, большое отличие. То есть вот в одноэтажной Америке, которая мне в голову приходит, там максимум люди машину будут чинят, там, наверное, не будет кто-то вот там столярными мастерскими заниматься или чем-то таким. Не знаю, как-то объяснить, но там... Ну, как-то так. И с заборами, да, вот заборов здесь почти ни у кого нет, только это делают люди, у кого там собаку пускают, ну, слава говоря, себя. Тогда, да. Так, ну, блин, забор... Как если медведь к себе придет в гости? Ну, забор бы помог, наверное, или нет? Медведю похер на забор было бы. Я думаю, медведю похер на забор, да. Здесь, кстати, все мусорки вот на улице, они от медведей защищены, которые, типа, надо вот так вот подлезть. И прикольно, мне Паркрейнджер какой-то говорил, это такие, как шерифы парков, скажем так. Причем, кстати, у них довольно большие полномочия, если ты парк что-то там делаешь, он тебя арестовать не может. И он там что-то... Есть большое пересечение между самыми тупыми туристами и самыми умными медведями. Короче, поэтому инфраструктуру, типа, надо сделать так, чтобы и человек смог воспользоваться там этим туалетом. Ну, типа, и медведь сможет в туалет зайти, на самом деле, если он захочет. Что вам еще про что-то рассказать? Как вас везти в Штаты? Я, наверное, думал, как к этому повезти. И самое большое, что вот кажется, когда в голову приходят, когда ты видишь там в Твиттере или где-то кто-то рассказывает что-то про Америку, а вот в Америке вот так, да, что-то работает. Вот это практически, короче, неправильная история, когда человек не понимает, что Америка это очень федерализованное такое. Это действительно Соединенные Штаты Америки, которых 50 штук на минуточку, которые размером, ну, там, типа, в два раза больше, чем Европа. Все штаты, да, в сумме. Конкретно Колорадо, он больше, чем там, мой Башкортостан, больше, чем Лексово, Беларусь. И здесь живет 2,5 миллиона человек. А в Беларуси-109, например. На всякий случай, до войны. И штаты огромные, они пустые. То есть ты как... Я очень люблю ездить в Штатах на рот-трипл какие-то, и ты когда едешь там в север выше и выше, все, там просто сотни миль, типа, пустоты могут быть. И в Штатах, получается, смотрите, когда в Штатах кто-то что-то говорит, там, ляпает, типа, вот как я в титре недавно видел, что... А я слышал, что в Америке кто-то там, типа, людям выдают часть штрафа там за то, что они сдали кого-то, если кто-то неправильно прикруковался. Ну, то есть, типа, донос написал на кого-то, да, и вот тебе вернется какая-то часть штрафа. Ну, вот, чтобы такое ляпнуть... Ну, я это не проверял, да, но если это действительно так, что во всей Америке это так, да, то, типа, я из своего уеду, короче. Потому что все мое понимание Соединенных Штатов Америки, оно такое, что, типа, это федерация 50 штатов. У каждого штата есть написанная конституция. В каждом штате есть своя конституция. Потом у каждого штата есть каунти, это такие, типа, географические области. В каждой каунти есть уже дальше муниципалии и города, возможно. Подожди, а каунти это что? Это, типа, столица или что-то? Или это граница штата? Нет, нет, нет. Каунти это... Нет, нет. Вот штат, у него есть географические границы, да? Так. Там у Колорады, например. Дальше внутри штата есть какие-то области, типа того. Я не знаю просто на русском, как это сказать. Ну, по аналогии понятно. Да, и эти каунти это тоже вот географически объединенные. Дальше есть муниципалии. Вот муниципалии это уже более политические институции. Ну, или как муниципалии, города, короче, есть деревни, типа того. И на самом деле, типа, значит, у тебя в федерации есть конституция федерации. В федерации есть какие-то регуляции, федеральные законы. То есть вот представьте, чтобы вернуть какую-то часть штрафа за то, что ты на кого-то написал донос, должен был собраться, значит, Сенат США, да, все представители тех штатов и подписать такую регуляцию, типа, да, мы будем, конечно, надо возвращать. Но это при том, что если мы сейчас опустимся на уровень того, что вот у меня на улице припаркуется какой-то чел, да, неправильно, и я захочу его эвакуировать отсюда, потому что это вообще-то моя частная собственность, может быть, поэтому, типа, да. то что бы это произошло, на каком уровне это вообще обработается, это большой вопрос, потому что я живу в городе, это сити. Сити находятся в каунте, да, и, возможно, в муниципалии. И на самом деле каждый город или муниципалии, это уже не связано с... Ну, то есть вот есть штат, в нем каунте, это, типа, в конституции прям прописано этого штата, какие зоны, типа, географические мы обслуживаем, условно говоря, и разделяем там на... Где там будет электорат наш, сеть, короче. Вот дальше какие-то люди решили, типа, мы здесь купили землю или, не знаю, натурализировали ее, да, например, в каких-то штатах так можно. И такие, типа, мы теперь... Натурализировали, извините, это что такое? Ну, когда ты просто там жил. Ну, типа, много людей не покупали землю никогда. Ну, что такое вообще покупать землю? Типа, государство потом должно владеть землей? Это большой вопрос. Не, это большой вопрос, но я думал, что это... Ну, типа, есть такой процесс. Мы получаем народу, просто построились. Ну, типа, штаты заселялись... Прикольно, все понятно, окей. Многие штаты, ты там смотришь, типа, а когда там их основывали, когда это все было, типа, 120 лет назад, 150 лет назад, типа, это все очень сложные вопросы. И получается просто несколько людей, да, типа, жили рядом и такие, типа, мы хотим в нашей каунте выделить, там, город, поселение, не знаю, деревню, да, муниципальную. Они, значит, подают заявку, за это происходит голосование в каунте людей, населения, или на консуле каунте, зависит от штата, как это работает. И город становится частной корпорацией, которая, типа, обслуживает вот этот кусок. И кажется, что это только накинет налогов, но нет, короче. Город начинает замещать некоторые функции каунте. То есть вот каунте, она должна обеспечивать тебе дороги между городами, например, это часть функции каунте в большинстве штатов, должна обеспечивать полицию внутри, типа, штата. И про это тоже, кстати, большой вопрос. Вот если мы вспоминаем, там, какие-то сериалы, да, фильмы, то очень частая тема, что, типа, вот, там какое-то большое преступление, я не знаю, инопланетяне ебнулись в какое-нибудь место, и, типа, первыми отцепляют, там, полицейские, да, типа, местные, там, какие-то пожарные, там, еще кто-то. А потом такие, типа, приезжают люди в очках, типа, федералы какие-то, там, ФБР, или, не знаю, там, ИТФ, ЦРУ, там, какие-то, типа, федеральные агенты. И, типа, начинаются терки, типа, да-да-да-да, местные, типа, шериф тоже надевают очки, такой, типа, вообще-то, я здесь главный. Это, на самом деле, так, ну, типа, шерифы местные могут выбирать, типа, федералы. Да, потому что они просто представители всей страны, да, как федерации. Да, у них большие полномочия, то есть, для понимания, то есть, вот, был, например, случай в России, да, когда чеченская, там, полиция приехала и арестовала бывшего федерального судью Российской Федерации. По какому-то фейковому делу, это не так давно было, ну, например, там, типа, в рамках года от текущего момента. То есть, менты чеченские поехали в другой, вообще, регион России, там, типа, за несколько тысяч километров и арестовали. Вот в Штатах это невозможно, потому что в Штатах полиция, она вообще относится сначала к штату, потом, типа, может относиться к каунте, потом может относиться к городу. И городская, вот, например, полиция, ну, типа, ты почитаешь, как, там, у тебя полицейский из одного города, если он служит только в этом городе, он не может ничего делать в другом городе, только если он не активно преследовал, там, типа, другого человека, там, да, в рамках погони, например. То есть, у него просто полномочий нет. Первое дело нормального гражданина американского, когда к тебе менты приходят, это, типа, у вас ордер вообще есть? Ты вообще откуда? Ты где служишь? Ты можешь позвонить 911? Ну, типа, я считаю, что это правильно. И спросить, это не клоун в форме какой-то? Ну, вот у его бейдж номер, да, как его зовут? Он сейчас вообще на дежурстве или нет? Типа, у него есть полномочия что-то делать? Это, ну, на мой взгляд, нормальное взаимодействие с силовыми структурами вообще в любой стране должно так устраиваться. И в России, для понимания, она же огромная тоже, да, это тоже федерация, на словах МВД, это министерство внутреннего дела, это федеральная структура. Вот у тебя нету такого, что, типа, есть ФСБ, это одно и то же, это гобня, короче. И здесь тоже гобня, но просто у этой гобни есть какие-то, типа, региональные полномочия. Слушай, у меня вопрос во всем этом один есть большой. Федеральные законы, они главенствуют над тем, что в Штатах или нет? Или штатные законы могут как бы перезаписывать то, что на федеральном уровне диктуется? Или дополнять? Да, да. Сейчас уж про это заговорили. Они точно могут не исполняться нормально, скажем так. И тогда нужны федеральные агенты, чтобы их исполнить, федеральные суды, или там еще что-то. То есть, ну, скажем, вот текущая администрация, они конкретно пытаются ограничить распространение оружия, хотя для этого есть конституционная поправка. Ты можешь хоть танком владеть, если ты хочешь. И люди владеют некоторые, кстати. И РПГ, да. Твой сосед будет танком, а сосед твоего соседа будет РПГ-шпидач. Подожди, подожди, подожди. Ты сейчас... Ты говоришь вторую поправку, да, конституционную? Да, я тебе дополню просто, что некоторые шерифы некоторых каунти... Да. Нет ограничений. В теории даже и атом наружу. Ну, нет ограничений, реально. Много было судов на эту тему, и они пока выигрываются. И что я пытаюсь сказать, что в некоторых каунти шерифы этих каунт, то есть главные, да, полицейские, сказали, мы вот это типа федеральные ваши регуляции исполнять не будем. Например. То есть... Ну, к ним приехали федералы и сказали, нет, будете, мы федералы, мы главнее. Нет? Так не происходит. Да. Что происходит? Типа, вот смотри, чтобы у тебя приехали, конфисковали оружие, например, есть такая служба ETF. Это алкоголь, табако, фаерармс. То есть типа алкоголь, табако и оружие. Типа регуляция федеральная. В нормальной типа стране, у тебя магазин так должен называться, и такие магазины тут есть, слава богу. Вот ты можешь в Волмарте, типа в Колорадо, в Волмар заходишь, и там можно ствол купить. В магазине продуктовом. И патрон. И это нормально, я считаю. И могу за это пояснить, но... Это типа федеральная служба, которая придет и проверит, вот ты когда там купишь ствол в каком-нибудь лицензированном магазине, ты там заполнишь какие-то формы, эти формы туда отлетают. Сейчас идут суды активные, что типа эта служба федеральная пытается создать базу данных владельцев, типа оружия. А это неправильно. И они там мамой клянутся, что типа ничем мы с ним не создаем. Но правда у них утечки подсказывают, что там все создается. И против этого здесь... Насколько я слышал, это связано с тем, что течение оружия очень сложно отследить, потому что ты можешь там в одном магазине купить, в другом купить. И если не будет единой базы... Все, конец. И это закон. Ну, то есть, конец. Понятно. И при этом в Штатах для понимания около... Ну, оценки, что примерно 400 миллионов единиц оружия у 330 миллионов граждан. Это больше, чем... Большая часть армии в сумме, типа если их количество стало служить, просто у граждан. Это очень хорошо, потому что если, типа... Что, что... Штаты выживут. Я думаю. Ну, да. Ты можешь купить ствол или... Могу ли я купить ствол? Да. Сейчас будет шок-контент просто в кадре. Да, шок. Могу ли я купить ствол? И танк на танк. Значит, конституционно, да. То есть, конституционно большинство гражданских прав, они распространяются на всех, кто находит с территориями. То есть, у меня есть конституционная первая поправка о свободе слова. И самовыражение. В том числе здесь первая поправка, кстати, включает свободу собрания. То есть, протесты — это первая поправка тоже. И вторая поправка, соответственно, тоже, да, на меня должна распространяться. Я вообще как считаю? Что, типа, вот представим, Дикий Запад, да. Уже была конституция, да. Уже были какие-то суды, но все еще Дикий Запад. Вообще, ты когда прилетаешь, ну, приплываешь на корабле, да, тогда, или прилетаешь, вот представь, что у всех есть оружие, а тебе нельзя. Это нечестно, я считаю. То есть, нормально, типа, тема должна была быть такой, что ты в аэропорту, тебе предлагают либо купить, либо арендовать. Ну, это было бы нормально, пока ты находишься на территории Соединенных Штатов Америки. Это, типа, эксчейндж, аренда машины, покупка стволов. На мой взгляд, это было бы справедливо. Но, к сожалению, большинство штатов ограничивает владение оружием только постоянно проживающим резидентом. То есть, клинкап нужна. Слушай, извини, а нельзя просто приехать и у частного лица купить, и все, и оно у тебя есть? Или тебе за это, если узнаешь, что у тебя есть оружие, тебе за это так прийти, что мама не горюй? Я думаю, смотри, если так будет, да, ну, или там тебе друг просто дал, зачем покупать, подруги хорошее, то... И ты применишь, то это всегда всплывает, была ли у тебя лицензия на владение, потому что большинство штатов вводят лицензирование на уровне. Не все, не все. То есть, есть штаты... Ну, если я правильно понимаю, то есть, я могу уже ошибаться, потому что штаты очень сложные. Все эти законы очень разные, но, например, в Аляске ты можешь просто владеть оружием, потому что это просто опасный регион. Там очень мало народу, очень много, типа, диких животных. Там, ну, ты там человека, можешь не встретить, тоже на сотне миль, типа. И там не лицензируют, насколько я понимаю, владение оружием. Единственное, что тебе нужно, наверное, единственная федеральная регуляция, которая тебе помешает, это, что ты не должен быть в списке, кому запрещено. То есть, там, бывшим преступником какое-то время запрещают оружие. Не нанеси в реке, потому что ты потом можешь отсудить обратно. Вот я думаю, что если я так буду владеть и применю, то это первым же делом вступит. То есть, мне могут вменить законное применение самообороны, да, например. Это будет законно, скорее всего. Ну, если я все правильно сделал, ко мне кто-то ворвался, и я применил оружие. Почему у меня было оружие, за это мне отдельно, типа, влепить. То есть, вот, наверное, так это будет. Я думаю. Слушай, блин, у меня поток мыслей. Я последний вопросик закину на эту тему. Вот такой глобального характера. Если все так действительно не работает, и законы из штата в штат могут не то что отличаться от федеральных, они отличаются в принципе друг от друга могут отличаться. В городе могут отличаться законы от соседнего города. Даже в городе могут. Как жить? Ты такой поехал в роуд-трип, ты такой поехал в роуд-трип, приехал в новый штат, оказалось, что у тебя покрышки, которые запрещены здесь, и ты в тюряшку улетел. Это так, ну, примерно так работает. Да. Ну, я тебе из вот прям супер банального сейчас скажу. В штатах примерно 23 штата требуют наличия переднего номера на машине. Остальные, соответственно, там типа 27, да, типа не требуют. Ты можешь ехать из Калифорнии, которая не требует, да, без переднего номера, у тебя только задний. Заехать в соседний штат, в котором требуют, и тебя сразу меня устанавливают. Такой, а где номер? Ну, а те штрафы. Ну, должны же быть, по идее, какие-то поблажки в этом случае, что ты из другого штата, не знал, или там так не работает все. Ты приехал, должен был ознакомиться. Ну, то есть, конечно, ты, если в суд пойдешь, да, ты там, есть good merit, типа ты не без злого намерения, когда сделал нарушение. Ну, тебе скинут вообще-то. Могут вообще там скостить. Но в целом применится. Ну, а как жизнь-то? Ну, как ездить? Или у меня два варианта. Либо люди вообще там не ездят между штатами, либо люди просто все хорошо с детства знают каким-то образом. Самое главное какие-то отличия. Ну, это скорее, я думаю, строгость законов компенсируется, типа не обязательно их выполнение, частично. Ну, реально. Ну, то есть, ты можешь ехать, из Калифорнии, не знаю, с косяком травы, да, через какой там штат сейчас запрещает, я не знаю. Большинство штатов довольно лояльно. Ну, через какой-то штат, в которых ты... Да, ну, и там это может быть уголовка, ну, натурально. И это хватает. То есть, но тебе для этого нужно там машину опускать, да? То есть, ты должен знать свои гражданские права, и если ты их нормально понимаешь, ты типа, а какие у вас основания на опуск моей машины? У меня четвертая поправка, типа конституционная, которая спрещает на всю федерацию, да, защищает меня от необоснованных обысков. И типа того там. Или там, в том числе, найденные незаконным путем улики не имеют, типа, юридической силы против тебя. Вот, ну, реально. То есть, твой хороший адвокат, типа, тебе вывернет все наизнанку всю эту херню. И, ну, надо знать свои гражданские права хорошо. Но попасть можно... Ну, то есть, это сейчас вот как в Европе начинается там с тем, что аборты, да, там, например, в Польше незаконные, да. И это... Ну, вот этот вопрос вообще в принципе интересный, да, почему какие-то... И некоторые штаты сейчас тоже запретили аборты. И получается, что по идее... Ну, на мой взгляд, я через какую принципу на это смотрю, что для каких-то людей убийство зародыша, да, там, в теле женщины, это буквально убийство. То есть это высшее... Вообще, почему за убийство мы там людей... Нет, ну, тут есть разные мотивации. Это типа высшее штук. Тут... Это я так понимаю. Потому что здесь католиков много. Но на самом-то деле они этим хотят демографическую ситуацию повысить. Это то, с чем они приходили. Потому что сейчас в Польше очень много стариков, очень мало молодежи, и они через запрещение абортов видят в том числе улучшение демографической ситуации. А то, что тут католиков много, так, ну, это еще и в плюс легло. Потому что много стариков верующих подхватили. Окей, да. Ну, это к тому, что могут быть разные мотивации. Да-да-да, конечно. Ну, я пытаюсь еще сказать, что ты можешь, как и в Европе здесь, да, из штатов, в которых запрещены аборты, просто на машине сесть и поехать и сделать аборт в другом месте. Да, факт. Но если врач, который сделал аборт, заедет в штат, в котором он запрещен, и известно публично, что он делал аборт, это преступление или нет. То есть это как ты убил человека, да, тебя там не наказали, ты приехал, и в этой юрисдикции там по каким-то международным соглашениям, да, там, или федеральным, конфедеральным, там, не знаю, да, соглашением, типа, убийство считается убийством, тебя за это не наказали, тебя надо наказать здесь. Это вот, это сложный вопрос. То есть нужно читать формулировки и хорошо знать, как минимум, федеральные законы и свои права. Ты с вами. Ты тут, Артем, пока рассказывал, у меня сложилось впечатление такое, что штат, это вообще как будто бы Евросоюз такой. То есть это... То есть... Нет, я имею в виду, что есть какие-то вот евросоюзские законы, условно. Конституции свои, да, типа юрисдик. Да-да-да. Да, но штаты там имеют свои более... Ну, свои законы, которые главенствуют над ними и чуть ли не живут по своим правилам. И можно ли вообще так сказать, что это прямо государство в государство? Или это не настолько все радикально? Ну, наверное, общаясь и там с американцами, смотря много политического контента американского, я тебе скажу так, что здесь государство и государственность это разные штуки, да. То есть многие там политически активные граждане, они понимают, что государственность есть разных уровней. То есть у тебя есть в городе какие-то представители, в каунте, в штате и там вот уже общий парламент и президент. И я не уверен, что настолько воспринимается в Европе. То есть, на мой взгляд, в Европе все движется очень быстро там в социализм, так что типа эти уровни сжираются, да. То есть... Не знаю, вот из примера у меня жена из Беларуси и мы много... Ну, я с вами прожил в Беларуси в этом году три. Недавно нам друг из Беларуси рассказывал, что его друзья до войны купили в ипотеку квартиру, да. И... Ну, а потом уехали. После протеста, после войны. И им сейчас вменяют огромную... Из-за того, что они не проживают в этой квартире и никому ее не заедут. Им вменяют там какие-то очень повышенные коммунальные платежи. Да. Да, у нас так работает. Вот. Это работает на уровне целой страны, на 9 миллионов человек. Ну, она довольно большая Беларуси. Вот в Штатах я не могу просто представить, что за то, что я не живу в своем доме, да, у меня есть какая-то городская компания, которая обслуживает мои коммунальные услуги. Они свяжутся с пограничным контролем страны, всей федерации, да, и такие, ты не в стране, короче, поэтому мы тебе в частной компании, которая дает тебе коммунальные услуги, типа, повышаем тебе ставку, это просто, ну, невообразимая такая фигня. Для Штатов, на мой взгляд, да. Почему она приемлема в европейских маленьких странах, я вообще не понимаю. Я тебе, я накину, мне кажется, я знаю, почему, возможно. В Штатах же ты являешься, если ты стал гражданином Америи, США, то ты являешься налогоплательщиком всегда. Даже если ты уехал жить на ПМЖ в другую страну на 10 лет, ты все равно платишь налоги федеральные. С грин-карта в наших странах, в Беларуси, в Беларуси какая тема, ты когда выезжаешь, и во многих европейских странах, если ты не находишься в стране больше 180 дней, больше полугода, ты становишься налоговым резидентом другой страны. И налоговые органы Беларуси об этом каким-то макаром могут узнать, узнают. И у них уже на основании этого типа появляются вопросы, а что, это уже не налоговый резидент, а давай-ка мы на этой теме раскрутим кучу всякой херни, в том числе и вот ну какие коммунальные платежи. Ну что это вообще такое, понимаешь, это типа тебя обслуживает какая-то частная там ЖКХ, да, одна компания ведет воду, вторая компания ведет газ, третья компания ведет электричество, ну в идеале, да, какого хрена пограничные контроли налоговые, типа такие, типа сейчас мы тебе накинем. Вот. Ты очень правильную тему задвинул про федеральный налог, который ты должен платить даже если ты уехал из США, но ты остался там гражданином для владельцев грин-карты. Это ужасно, я надеюсь, про это будут суды, ну типа это не справедливо, абсолютно на мой взгляд. А это типа большой налог или это какие-то там 10 долларов? Это федеральный налог, он до 37 процентов, он прогрессивный, ну если я сейчас не буду. То есть ты зарабатываешь за границей там условно тысячу долларов и ты 370 баксов должен заплатить. Ты должен декларировать в США, да, ты при этом можешь не жить в США годами уже, да, и подавать именно на федеральный налог. То есть тебе, никакой штат тебе не может прицепиться, но федерация типа считает тебя членом своей федерации. И это ужасно, но потому что никакого... Ну это хороший якорь, чтобы держать в гражданстве людей. Ну это то, почему многие там... Вот Тинькофф, кстати, на это попал. Если читали, он конкретно на это попал, потому что он делал... Что он там делал? Гражданство он делал? Или... Короче... Да-да-да, и он от него отказался, по-моему, и ему попытались задним числом типа вменить, а ты пока там типа где-то ездил, а пока отказывался. То же самое было с каким-то сооснователем Фейсбука. Он типа отказался от американцев и гражданцев в пользу другого, потому что он понимал, что сейчас Фейсбук, короче, выйдет на биржу, и он типа не хочет платить эту часть денег, короче, типа просто с продажи акций. И ему пытались тоже это вменить. Ну это же трэш какой-то, ну типа... Ну вообще, в принципе, Артур, я предлагаю перейти к представлению гостя. Спустя 47 минут. Да, Артем, мы примерно знаем, что ты вот парень из, как выяснилось, не из Дембера, а из Колорадо Спринц. Да. Расскажи, пожалуйста, немножко в двух словах о себе, о том, почему ты уехал, кем ты работаешь сейчас, и как вообще живешь. Чем живешь, Артем? Родился я, короче, в Уфе, в Башкирии. Там школу закончил, лицей содружества, и уехал в Петербург учиться в ИТМО. Еле закончил, мне вообще не нравилась программа. Ну то есть, учили в какой-то ерунде, по-моему, там древней, или преподы не понимают, что происходит. вот так или иначе, у меня диплом бакалавра ИТМО по информационным системам, но я работал уже, типа, программировать я начал лет с 13, наверное, на каких-то, типа, соревнованиях участвовал, еще чего, но спортивное программирование мне вообще не нравится. Фух, программист. Уже неплохо. программист. Да, да. Ну как, это очень плохо, да. Но ничего. Главное, что инженерное мышление. Это, мне кажется, важнее, чем программист, не программист. И работал я еще со школой. Это нас просто в первом выпуске. Извини, это нас в ходите в первом выпуске, что у нас про ИТ-шку ничего нет. Вот я говорю, слава богу, программист. Считайте, про ИТ-шку было. Я бы наоборот, что только с программистами тоже уже заколебал отойти немного. Но работал я со школы, короче, начал с конца, там со старших классов какие-то сайтики делал на PHP. И потом, ну с первого курса уже тоже всегда в параллели с универом, короче, работал. В основном меня потащило мобильную разработку. Первая моя работа была, я, типа, уговорил маму купить мне первый Android-тефон еще когда, типа, купил, я подметал полы, у друга мамы, типа, на его работе просто за какие-то символические тысячи рублей в месяц, но по несколько раз в неделю довольно муторно было. Подметал, там мыл, и на эти деньги я покупал книжки по программированию. Мы не жили бедно, но, типа, мне казалось, такие книжки я почитал, типа, и... Таков путь. Да, таков путь, типа, надо как-то зарабатывать. Вот, и там листовки еще раздавал. И, короче, учил программирование по книжкам, которые я сам покупал, и начал делать первое андроид-приложение, потому что телефон, типа, появился на андроиде. И первая моя работа на андроид-программиста меня, типа, все просто беседовали, наняли, такие, типа, вот, садись в Windows Phone, короче, пиши, такой, типа, какой Windows Phone? Ну, благо, C Sharp очень похож на Java, и там, типа, проблемы не оказалось, вот. А потом уже был Android в основном. Ну, и в целом, наверное, до сих пор Android, но года... Типа, я всегда еще интересовался инфраструктурой, там, как сервера настраивать, continuous integration, сборки быстрыми делать, и всегда это делал, так или иначе, управлять, там, автотесты какие-то. И конкретно с семнадцатого года я уехал, короче, из Петербурга в... Думал, что устраиваюсь компанию в Америку, но оказалось, что это только и жильцо в Америке, а вся разработка, короче, в Минске. Вот. Устроился, короче, в Минск в итоге. Очень понравилось. Ты в ЕПАМ, в столе, устроился? Нет, нет, это Джуна. А, Джуна. Валеру Силицкого знаешь? Знаешь, ты денешь? Блин, наверняка, но там что-то ничего. Да, Джуна, большая компания в Беларуси была, потом их выкупил лифт, и потом Research and Development Center, по-моему, после начала протестов, потихоньку свалил из Беларуси. Вообще у нас большая эта компания была, да? Да, и там прикол этой компании был, меня еще заинтересовало, что это был такси, ну, как Uber, да, но водителям за количество поездок и наезды часов, типа, начинали выделять акции компаний. Это очень крутая идея, на мой взгляд, была там для с 13-16 года. Вот я тогда к ним устроился, они работали в Нью-Йорке довольно эффективно, и это была одна из лучших компаний, где я работал по качеству инженерного и там менеджмента состава, вот. И потом я на одной из конференций познакомился, я уже начал летать в Америку где-то году, в 15-м, какое-то время я даже в Нью-Йоркзаймсе, кстати, работал, наняли меня через open source, удивительно, просто вот... Кем ты там работал? Ты же программист и немножко девопсер. Да, да, да. Ну, у них были мобильные перспективы, у нас есть, и мне написали челы, типа, не хочешь Android-то сделать, и наняли меня, я тогда открыл ВП, типа, в России, меня наняли как удаленщика, я начал работать, я съездил к ним, поработал где-то месяцок прямо в Нью-Йорке, офис был ужасный, буквально кубиклы вот эти, типа, из сериала 90-х, я вообще охренел, и довольно бестолково и были инженеры, я прям просто орал там с некоторых митингов и с кода, и, короче, они меня начали делать визу, и я просто вот так вот надеялся, что она не пройдет, хотя мне хотелось в Америку ехать, но, типа, я не понимал, наверное, того, что я могу легко работу поменять, в зависимости от виз, конечно, но, типа, в итоге эта виза не получилась, я устроился в Джуно, но потом я все равно подался на одной из конференций и познакомился с лидом из лифта, который оказался челом из Челябинска, и это был первый, типа, андроид-программист для лифта, который, лифт это как Uber, тоже, моя компания, и... Подожди, ты познакомился с ним, когда работал еще в Джуно, или уже когда Джуно выкупил лифт? Когда работал в Джуно, я ездил на конференции, то есть ты еще до того, как Джуно объединился с лифтом, ты познакомился с челом из лифта, как в плече из России оказалось. Да, и от работы в полтора года в Джуно, я перешел в лифт, да, и уехал в Америку, в Калифорнию, а потом, разговаривая долго, там, типа, с директорами, типа, получилось так, что, ну, я был одним из тех, кто уговаривал лифт купить Джуно. Фига себе. Да, ну, потому что Джуно искал, кому продаться, то есть Джуно продался, когда я еще там был в конце гету, это израильский рейдшеринг, то есть в какой-то момент я работал, типа, в трех рейдшерингах, формально, типа, ну, в смысле, не в один момент, но в целом, и, а, и я еще тогда собесил с Яндекс.Акси, это было бы вообще, конечно, отвело, и, получается, остался бы Убер, и можно было бы щелкать пальцем 4 плюс 5. Да, да, И уничтожили половину Покси, и есть друзья еще из, как это называется, азиатские, я все время забываю. Афиг его знает. Вичат такси. Нет. Нет, там Сингапурский, еще какой-то. Ну, короче, по работе я сейчас таких вот таксистов. Знаете, такие таксистов, которые ставят у себя на панель вот эту вот Убер, там, ну, в России со всеми на клик. Да, вот эти вот все, а ты, короче, более верхний уровень вот так поступил. Я на стол не работал. Окей. Ну, короче, по работе я занимаюсь ну, подожди, то есть в лифте систем, типа того там. Ты впервые попал в Штаты именно через лифт или через... Ага. Ну, по работе. Ну, нет, подожди. Впервые, наверное, через New York Times, а потом уже на постоянную через лифт. Более постоянно. По визе... Тот самый человек, который попал в Штаты через карьерный лифт. Визу мне, короче, при тайме испытался сделки H1B, это которая просто тебе нужно достаточно образования и опыта рабочего или опыта рабочего. Это виза таланта, И потом происходит лотерея. Нет, H1B это лотерейная виза. А потом, я ее не выиграл, то есть там сейчас шанс выиграть, наверное, порядка 30%, потому что много очень заебок. А потом мне лифт уже делал O1, это вот это виза талантов, там нужны публичные выступления, open source, ну вот что-то связанное с тем, что ты выдающийся специалист в своей области и нужны рекомендательные письма от других выдающихся специалистов в твоей области. Типа того. И есть такая же категория Green Card, если что, еще. И B1A. Там еще сложнее получить. Ну, раз уж за переезд, объясни мне, почему Сан-Франциско? Там что, маслом намазано, медом намазано? Это же один из самых дорогих мест проживания в штабе, ничего туда. Потому что там офис лифта был? Или почему? Да. Это был 17-й год, и тогда еще, ну, до ковида, короче говоря, считалось, что Кремниевая долина, Сан-Франциско, Окленд, там, Mountain View, Сан-Хосе, где-то вот такая область рядом с заливом вот этим, Сан-Франциско. Бэй, вернее, ну, Бэй-эре, короче говоря, она так и называется. Там большая часть до сих пор головных офисов многих компаний, и большая часть людей типа должны были ходить в офис, и их, соответственно, приписывали куда-то туда, и ты где-то там должен был жить, чтобы, ну, хотя бы несколько раз в неделю появляться в офисе, наверное, так. Вот. После ковида это стало не так. Я застал ковид еще в Сан-Франциско, и нас просто начали отправлять домой. Ну, типа, офис закрыли, потому что буквально, на карантин, и где-то год в офис никто не ходил, потом я уже уволился, и когда я переустраивался, я устроился сейчас опять в лифт после войны, несмотря на то, что, наверное, в целом я не считаю здоровой идеей устраиваться в один и те же компании по несколько раз, потому что, ну, это просто опыт не так у тебя быстро растет, если тебя это интересует, но рынок уже слопывался, то есть я устраивался где-то весной, я понимал, что мне нужна любая зацепка, то есть все подадутся на все визы, на все грин-карты, ну, потому что СНГ схлопывается, как ну, типа, Россия, я считаю, вообще обратно идет там какой-то гулаг, что умеем, то и строим типа по 10 раз, как не ужасно, Беларусь туда же, Казахстан непонятно, да, в Украине, дай бог там свободы отцепить обратно и будет хорошо, но все это на очень долго и в Европу меня совсем не тянет, потому что, ну, я не люблю социализм, я не люблю, когда за меня какие-то решения принимают, я никак не могу на них повлиять, там, типа, в том числе владение оружием, это для меня очень важно, когда у тебя, особенно у тебя под боком, там очень агрессивные соседи в виде России, например, и что тебе делать, ну, непонятно. Вот, и возвращаясь к вопросу, почему Сан-Франциско, ну да, тогда было так, прожил я там 3 года, и сейчас, и тогда, ну, я уехал, не понимая вообще, как можно там жить, почему это нормально там жить, то есть, когда несколько тысяч долларов стоят комната, да, там, или квартира, там, размером с комнату в моем доме текущем, дом у меня, если что, за 600 тысяч, кто-то тебе скажет, что мыслись, кто-то скажет, так у тебя там зарплата наверняка была тысяч 10 каких, я не спрашиваю, сколько зарплат, но есть такой стереотип, что ты до хера зарабатываешь, и можешь себе позволить там снять дом за пятерку. Можешь, это просто объективно того не стоит, понимаешь, да, то есть, есть относительные, да, какие-то меры измерения, относительно твоей зарплаты, да, это может быть окей, потому что там очень большие зарплаты, да, но объективно ты, это не sustainable, то есть, это не, если ты что-то больше не выжимаешь из этого места, да, с working, стартапы, там, все что угодно, да, ты пытаешься во что-то врубиться туда, то это, на мой взгляд, бессмысленно, то есть, ты как белка в колесе, ты там эти деньги потратишь очень быстро, на самом деле. Ну, то есть, если ты не пытаешься экономить, у меня большинство друзей не пытаются, к сожалению, экономить, я, несмотря на то, что я два года не работал, там, с 20-го года я уволился в декабре, и до, получается, октября этого, 22-го я не работал, у меня все еще сбережений хватило больше, чем, типа, вот у друзей, которые там живут, понимаешь, и работали все время, потому что там траты огромные, в немецкий сад, типа, еще тысячи долларов, да, там. Ну, а это история, что у тебя в шаговой доступности все самые лучшие умы, там, мира, Сукерберги, Билла Гейтса, что ты в тусовке, в которой просто идею забрасываешь, и завтра ты уже стартапер с бильярдным оборотом, вот это вот. Ну, да, если ты так делаешь, у тебя много друзей, не все так делают, у меня один, наверное, друг, который активно живет, хейтит Калифорнию, но такой здесь вся все еще тусовка для него, и ему это важно, и он там не берет дом в ипотеку, потому что он не понимает, зачем платить там по 12 тысяч в месяц за ипотеку дома, который будет хуже, чем у меня, типа, за значительно меньше денег, да, но ему важен нетворкинг, но чтобы этот нетворкинг в силу приложить, да, тебе не любая виза даже подойдет, ну, я не знаю, ну, типа, ты не на любой визе ты сможешь основать компанию, нанять людей, да, там, вернее, основать, не так, основать компанию можно на любой визе, но работать в ней можно не на любой визе, выполнять там какие-то менеджерские функции в этой компании тоже не на любой визе, очень мало людей пытаются инвестировать там в стартапы закрытые, то есть тебе нужно в какой-то инвесторский попасть фонд, и у них там пороги входа, ну, там, сотни тысяч долларов могут быть, некоторые ниже, но, типа, в целом, это не такая простая тема, что ты просто в долине, и ты поэтому, типа, там много денег зарабатываешь, где-то там крутишься, нет, типа, большинство людей там просто nine to five, типа, работают в какой-то айтишке, и все, конец, и тратят огромные деньги, то есть там, ну, я жил очень легко, ой, в смысле, очень повезло мне с домом, типа, я платил 2 200 за первый этаж дома, и это было, типа, метров 45 квадратных, в Сан-Шранциско, большая часть моих друзей платила тысячи четыре-пять за апарты, либо тоже там за часть дома, просто 4-5 тысяч просто вот за... И это же не твой дом, то есть это с ипотекой, ты хотя бы, да, со временем там, несмотря на какую-то ставку, и ты там банку переплачиваешь, но в целом, типа, ты начинаешь владеть, увеличивать свой процент владения дома, да, со временем. С арендой это не твой дом, ты его никогда не улучшишь, как ты хочешь, ты ничего не переделаешь, как ты хочешь до конца, это просто глупо, потому что тебя выселят там, потом через полгода и ты все потерял. Ну, я, короче, этого не очень понимаю, наверное, и я в таком большом разочаровании, типа, оттуда уехал, от того, что я не понимаю, зачем и как там жить, и это вкупе с тем, что он очень движется там в Сан-Франциско, ну, в Калифорнии в целом, да, и Нью-Йорк тоже, они очень движутся там в социализм, и в целом постоянный разговор о том, что эти штаты должны отделиться от США. Скажи, ты... Мы сейчас зафиксировались на мысли, что ты снова в Джуно работаешь, и тут у меня вопрос... В лифте. ...вторый давно интересовал. Ой, в лифте, в лифте, извиняюсь. Снова в лифте. После ковида... Понятно, что до ковида ты устраивался в Сан-Франциский офис, в офис в Сан-Франциско, и тебе давали рейты, которые вот нормальны для этого округа. Сейчас у них удаленка. Ты, когда устраиваешься, ты говоришь, где будешь жить, или тебе дают какую-то стандартную ставку, а ты уже живешь где угодно. Да, да. После ковида многие компании разрешили, как минимум, удаленку. И, типа, смотри, во многом почему лифт, да, типа, еще раз я устраивался, потому что мне не надо было разрешать лифт код ебучий. Ненавижу просто эту херню. И... Ну, я уже работал там несколько лет, и я знаю, что не наняли никого на мою должность. Типа, человека с рынка хотели искать. Просто должность такая, это довольно маленькая. Билд-инженеров, типа, в мире не так много народу, которые знают все билд-системы, там разные, которые используются, могут их контрибьютировать, что-то патчить, там, неважно. И я понимал, что процесс совеседания будет просто поговорить опять с людьми, типа, с новым аджентом, который применился там в эти команды. И, зная, что лифт разрешает удаленную работу, мне оставалось выбрать место, в котором ее правильно проиндексируют. То есть лифт индексирует зарплаты относительно. Я не знаю насчет других компаний, но большинство компаний индексируют зарплаты по моему пониманию и по вниманию моих друзей. То есть это значит, что сейчас ты не сможешь переехать из Калифорнии в какой-то другой штат, не предупредив об этом лифт, правильно? На ПМЖ именно. Да. То есть там тебя по контакту, ты должен предупредить их через какое-то количество месяцев, что ты уже все-таки переехал. И тебе могут проиндексировать. Вряд ли проиндексируют суперсильно вниз, но могут зарезать там повышение. Вот это то, что я слышал от своих друзей. И во многом почему там Колорадо, например, вот у меня друг мой Володя, он там очень хочет Монтану. В Монтане плотность населения вообще там минимальная, штат еще больше, чем Колорадо. И там просто нет крупных городов. И у тебя получается нету какого-то мегаполиса, относительно которого индексация происходит. То есть если у тебя рынок в этом месте маленький или вообще неизвестный, то как тебе оценивать зарплату непонятно для компаний. И во многом там Колорадо, вот в нем есть Деннер, город на почти 2 миллиона человек. И в этом плане он тебе как такой хаб, относительно которого индексируется твоя зарплата, потому что ты живешь теперь недалеко. Вот у меня так. И это там аэропорты, доставки быстрее, там все такое. Но при этом жить в Деннере я не хочу, потому что это такая же помощь, как и Нью-Йорк-Сан-Франциск в этом плане. Такая тема. Ну то есть на мой взгляд, короче, подводя итог, если есть возможность удаленно работать, и при этом у меня зарплата, она не ниже, чем у меня была, мне удалось так поторговаться. Я не знаю, как будет у вас, но это такой буст. Ну то есть это как работать на Запад, находясь раньше на Беларуси или в России. То есть ты получаешь уже валюту в больших количествах, но ты живешь все еще в довольно комфортной по стоимости жизни среде. Вот у меня так сейчас, и это огромный лайфхак, так и стоит жить. Ну то есть на мой взгляд, стоит искать какие-то градиенты, типа там финансовые, еще какие-то типа, и вот серфить, короче, по ним. Я не знаю, как это еще объяснить. То есть находишь какие-то перепады, и вот на этих перепадах ты типа выкупаешь гораздо больше, не знаю, туда же можно отнести там YouTube или еще что-то, да, там Twitter, типа это такой нетворкинг, который тебе, он мне важнее, чем то, что я нахожусь на Франциско, то есть у меня очень много каких-то реальных в жизни вещей произошло из-за того, что я просто людей типа в Twitter знаю, а меня знают эти люди, типа, это важно. Это мне важнее, чем физическое нахождение, а физическое уже я хочу под свой комфорт. То есть я знаю, что там в Калифорнии очень сложно получить, ну смотри, там очень дорогая земля, очень дорогие дома, очень дорогой бензин, очень дорогая коммуналка, они закрывают атомные станции, при этом у них электричество нестабильное, да, ну тут прям вот на этой неделе перепады из-за штормов, типа у нас у меня коллеги, типа они имеют ни света, ни воды, нифига, короче, типа, жесть. Понятно, что это может везде случиться, но там структурно подходили к тому, что инфраструктуру всю типа переделывают так, что она просто, я не понимаю, как у нас будет работать, нормально. у тебя самые высокие подоходные налоги, и Нью-Йорк, там типа вот Калифорния не соревнуются по самым высоким, у тебя самые зарегулированные типа все практически, там от владения оружием до того, что ты можешь покупать, просто так, ну, кроме разве что веществ, но Колорадо, кстати, раньше, чем Калифорния, разрешили марихуаны, если у вас интересует марихуаны, и в этом году теперь еще разрешены грибы, псилоцибинные, просто дома можешь вращивать, и это, кстати, не награжден, что у нас просто резидент, наркотики, мы не прощаем, если что, не прощаем, не прощаем, не вращаем, на ваш откуп, на ваш откуп, вот так скажем, ну, крайне ли вы ничего не докажете, Артем, Артем, можно тебя будет мое тело, мое тело, смотри, вот ты, согласно впечатляет, что ты там, поимел эту жизнь, ну, в смысле, живешь в дешевом, условно, штате, а получаешь хорошую зарплату, но почему все не такие умные, почему все так не делают, то есть, ну, помимо того, что там есть нетворкинг, окей, да, действительно, там какие-нибудь продукт-менеджеры, стартаперы, окей, понятно, но почему другие разработчики не делают, я слышал, что вообще есть тема, что всех, наоборот, в офисы загоняют принудительно, правда ли это, какие-то мифы? Ну, у меня еще друг собеседуются много, и он хочет удаленку, и сейчас сложнее, обратно, да, многие компании стягивают обратно все в офисы, ну, на мой взгляд, реально продуктивность у многих людей кажется, хуже из дома, чем, если они сидят в офисе, вместо работы, подкасты пишут, мне на штат, лет с 52-го, то есть это не миф, это действительно, что удаленка постепенно сжимается чуть-чуть, не сокращается? Ну, мое понимание такое, да, то есть она очень сильно расширилась, просто потому, что не давали, типа, в офисах работать, многие, там, менеджерам пришел к мнению, что... Что тогда ты будешь делать, если вдруг потенциально лифт скажет, что все, все снова в офис, а офис у них не в Колорадо? Какие варианты у тебя, если у тебя уже в Колорадо дом, ты уже связываешь жизнь с этой местностью? Ну, варианты торговаться, я думаю, всегда есть, то есть рабочие отношения это двусторонние отношения, да, как и любые отношения, и это там в том числе, почему я не принимаю, там, подход, там, к вот, или о том, что нельзя увольнять, там, профсоюзы, которые ограничивают увольнение до компании, то есть представь, что ты в отношениях, там, с девушкой или с парнем, и тебе, типа, какой-то регулятор говорит, ты говоришь, я хочу расстаться, тебе говорят, нет, торже, я не хочу больше жить с этим человеком, типа, я не хочу с ними шарить, я хочу время на другое тратить, и тебе приходит, какой-нибудь там, профсоюз, типа, отношений, да, личных, и говорит, нет, короче, мы тут посчитали, по текущему состоянию рынка, отношений, короче, вы все еще должны находиться в отношениях, ну, это неправильно. Ну, шутки шутками, а в Советском Союзе была такая тема, про то, что там, портить, развод, типа, не получить. Да, да, ну, да, жестко. И, на мой взгляд, в этом плане, это значит, что, ну, какой-то бенефит должен быть обоим, да, это нормальная тема, и если компания почему-то считает, что они хотят увидеть вашу команду или вообще там весь какой-то департамент или всю компанию там в офисе, да, а ты уже не можешь, ты уже физически ввязался там в жизни в другом месте, ну, надо сначала поговорить. То есть, первое, что я попробую, да, давайте попробуем потроговаться, типа, почему это точно нужно для моей роли, все такое, типа, если вот выясняется, что это точно нужно, тогда я начну, давайте уступать в деньгах, давайте вы мне снижаете оплату, типа, я хочу жить здесь. Ну, то есть, я попробую этот момент продлить, да, ну, и типа параллельно, наверное, начать искать другую работу, это будет самая сэфовая стратегия, то есть, которая позволит мне опять удаленно работать. И в этом случае, мне кажется, выгодно быть либо очень широким специалистом, либо очень узким, то есть, когда ты очень узкий, у меня тут вопрос, все, типа, я знаю, ты очень узкий, это все просто. народу, типа, нет, я узкий. У меня тут вопрос был еще немножко в другую сторону. Айтишка, условно, вот у тебя в Колорадо, она есть? Она есть, ты если уйдешь с работы удаленной, ты сможешь у себя локально найти что-нибудь тоже интересное более-менее? Да. Или айтишка, она только вот Нью-Йорк, Сан-Франциско и все? Нет, в Колорадо именно есть, и это вообще артефакт холодной войны, то есть, здесь военные базы, здесь ядерное оружие, а Колорадо ядерный штат. И колорадские руки. Из-за этого... Я белорус, я не мог. Они действительно были найдены в Колорадо, но их не вывели специально, чтобы убить производство... Белорусов. Типа, как-то сельхоздеятельность типа совка, а нет. Картофель, да. Так, 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 но айтишка нет. Я бутылку собирал, кстати, да, вот как жизнь поменялась. Теперь я сам Колорадский уже. Ну, короче, из-за этого здесь есть какое-то количество айтишки, здесь есть офисы, в том числе, там, Google и Facebook, по-моему, но это уже как постфактум, да, но есть и какие-то более сложные штуки, типа там, братком, например, который у тебя там в телефоне, скорее всего, стоят, какие-то их модемы для радио, там, еще чего-то. То есть, что-то такое, типа, можно найти. HP и Dell я здесь видел, причем прям в горах, прикольные у них офисы. Здесь есть IT-компания из Колорадо, здесь офигенная красивая природа, и вот казалось бы, что ты созерцая, там, горы из своего офиса с панорамными стеклами, да, должен просто делать, ну, вот, state of art произведения, да, там, инженерные, там, или еще какие-то, что ты там делаешь? И нет, HP и Dell каким-то образом все равно умудряются. Полное говно, я не знаю как, типа, ну, с такими офисами, ну, как это возможно? Это просто не у меня. То, что они созерцают, они работают, ну, это может быть, Слушай, Артем, мы как-то так тебя, как, по базовому признаку определили, что ты в США, но ты же не так, чтобы, наверное, просто попал туда и все. Ты же, наверное, хотел туда попасть. Если тебе предложили работать в Афганистане, ты же не поехал в Афганистан, хотя вопрос, может, и поехал бы. Вот, почему ты вообще выбрал США в свое время? То есть, просто возможность подвернулась или все-таки там была какая-то вот такая подоплека? Хотелось попасть туда прямо? В свое время хотелось попасть в тусовку Кремниевой долины, потому что ну, так получилось, что сколько я, на GitHub, наверное, года с 11, мне кажется, я начал врубаться в довольно там важный open source года с 13. То есть, мне было там, наверное, лет 20 с небольшим и 21, наверное, что-нибудь такое. И просто оказалось, что большая часть людей, которые работают над проектами, которые мне интересны, они там, это было на тот момент, наверное, реактивное программирование, ну, не считая там Дэвида Карденха, который там в Венгрии, большая часть людей были в Пивотале, это в основном Кремниевая долина была, Square, там тоже много open source для андроида делали, это Кремниевая долина, ну, как-то вот казалось, что, побыв на паре конференций в Америке, да, вот где все люди. Но потом оказалось, что конференции в Америке скучные, люди на них рассказывают буквально там начального левела знания, то есть, очень редко там тебе кишки будут рассказывать, как я привык там в СНГ. Чего? Что? Скучные конференции в Америке? Они же там самые с Blackjack'ом и шлюхами. Ну, это из этого, вы поняли, из Futurama, я так не считаю. Ну, не знаю, до войны там я много был и частично участвовал в конференциях в жугру, например, да, в том числе просто ходил на какие-то локальные метапы, там, в Петербурге, еще с студентом, где там тебе какой-нибудь шепелев или еще кто-нибудь заливает там про Garbage Collection, просто вот кишки, кишков, кишков, там, типа намотаны на кишки и и потом тебе приносят пиццу и ты с таким пустым типа выражением в глазах и так, типа кушаешь, как это все работает, типа мой там типа код в продакшне каким-то образом еще не развалился, когда тебе рассказали, там просто ужас каких-то, а здесь потом приходишь и там, типа вот, чтобы включить там типа ночной режим на вашем девайсе и там в приложении вот так надо сделать, ты 40 минут про это слушаешь, просто то, что ты мог на там страничке для разработчиков прочитать в документации. Не знаю, мне не кажется, что конференции в США сильно глубокие. Здесь очень много вообще, ну, есть вот эта известная картинка восприятия качества чего-то там восточные европейцы, в западные европейцы и там типа американцев, да, где у американцев там до 95 процентов там все это типа great, там, потом awesome, как-то так, да, а у там восточные европейцы все до 95 процентов там типа чего это за говно, короче говоря, вы тут сделали. оно из-за этого очень сильно искажает, то есть ты не можешь настолько честно там выложить фидбэк, какой-то, есть, а токсичность, да, это вообще другой вопрос, но я большую часть полуэкс, особенно там с момента, когда начали за токсичность ломать карьеры прям людям, да, это был, кстати, тоже большой момент, когда я уехал, это была, наверное, кульминация, когда ты не мог сказать что-то, что ты думаешь про жизнь, да, и так, чтобы это не победило своей карьере профессионально, там, про владение оружием, про, там, социализм против, там, капитализма, что-то такое, да, ты не мог сказать, и в том числе начали объявлять там заименование, там, ветка, каких-то основных за еще что-то, там, компьютерные системы, на мой взгляд, не могут быть подвержены проблеме, там, мастер-слейф, потому что это компьютер, да, но есть, пока мы не дадем, там, да, короче говоря, да, это интересно, уже дошли, как-то пока не двигается, но это ладно, ну, ну, уже ты, там, в чаджер-кпд, насколько я понимаю, не можешь, там, типа, ну, попробуй сгенерить шуточку про Байдена и про Трампа, и про Байдена почему-то не особо получится, да, или, там, про великого лидера КСИ, но это плохо очень, когда политическая цензура приходит в, там, технологический стек, вот, да, может, это не цензура, обусловленная, это просто количество, там, шуток в реальном интернете, про, то есть, он же обучается на реальном интернете, но мы сейчас не туда немножко уйдем, да, прикольно, что ты сказал про, вот, уровень конференции, про уровень, ну, как тебе показалось, что он такой, может быть, не до конца. Он низковатый, на мой взгляд, потому что, типа, смотри, вот, там, в СНГшных конференциях были программные комитеты, на которых ты свой, там, черновик доклада подаешь, да, и тебя там польют тремя бедрами так, что, ну, я свои доклады переделал, там, по три раза. Самый, наверное, мой удачный доклад, там, пробил систему, которую я делал, я переписывал в самолете, летя на конференцию, вообще с нуля полностью, я понял, что мне вообще не нравится, что я сделал, и переделал полностью, и я ожидаю, да, выступая я раньше, там, на СНГшных конференциях, что мне будут задавать очень сложные технические вопросы из зала, да, что мне подойдут и там скажут, типа, вот ты вообще неправильно что-то сказал полностью, типа, то, что ты сказал, типа, это вообще не так, это нормально, на мой взгляд, да, так происходит обучение, развитие, а здесь очень сложно так сказать, типа, ты что-то не понимаешь, ну, то есть, мы сейчас видим там, ну, я вижу, пул-реквесты там в очень важных проектах каких-то, да, типа, какие-то компоненты кубернетеса, там, или билл-системы, или еще чего, и где, типа, прямо ужасные ошибки, да, там делаются инженерами, там, став уровнем, да, там, какие-то джуниорские, я не знаю, мы недавно фиксили с Володей memory leak, типа, в Kotlin символ процессинге, который делают гуглеры, который там, типа, нам наликал на один билд-приложение андроидов, 23 гигабайта больше памяти, типа, ну, это, и этот memory leak, там, типа, уровня, ну, студента какого-то, ты не понимаешь, просто, как он туда попадает, такой memory leak, ну, в такую реализацию, то есть, его было найти очень легко, но как он там, почему его так написали, мне вообще, просто звезды не сходятся, типа, в голове, и очень сложно его донести, не, чтобы тебя не признали, типа, тактичным, и чтобы это не стало проблемой, и из-за этого мы сейчас видим, что, типа, а, было бы хорошо, если бы ты это поправил, ха-ха-ха, типа, опрус там на пол-реквесте, ну, технологии прям деградируют, прям ужасно, то есть, все тормозит, все прям плохое, везде интерфейс говно, типа, про это в какой-то момент, там, в Штатах были книжки, там, культурные, типа, там, Radical Candor, где, там, CEO, типа, женщина была в CEO своей компании, где, я не могу больше терпеть, типа, вот эту фигню асом, типа, я американка, но давайте, разговаривать нормально, как есть, говорить, это, к сожалению, в Штатах немного тяжело, но, на мой взгляд, текущий кризис, там, айтишки, он переделает компании так, что много маленьких компаний опять паряются, в которых будет вот так, и все потихоньку нормализуется, и есть еще такой момент, что я думаю, что, ну, там, гитхабовский, копайл, чат, GPT, все это интегрируется в EEE, так или иначе, уже сейчас, и там, в Build Tooling, и везде, короче, у тебя много чего будет делать машины, и получится так, что написать, типа, ну, в том числе у тебя будет код ревьюиться на гитхабе, там, на Full Request, короче говоря, он будет ревьюиться машиной, первый раз, да, написать комменты, типа, хиптологически, да, и он-то выдаст тебе политический коммент, типа, коммент уже сейчас, и окажется, что опять важен человек с мнением, то есть вот из оставшихся людей останутся важными люди, у которых, типа, жесткие мнения по каким-то вопросам, что вот либо будет известно, чтобы вот эту систему очень хорошо сделать, нужно вот к этому человеку идти, либо известно, чтобы проконтролировать качество, там, кода в каких-то системах нужно к этому человеку идти, потому что оно очень принципиально, не быть при этом токсичным, это очень важный скилл, и не переходить на личность, не оскорблять человека, да, говори про идею, а не про качество человека, или, там, каким он родился, или что он там делает, это очень важно, но при этом отступать от принципиальности, тоже, короче, я надеюсь, что именно выстраиваю вот это, типа, последовательное, что, типа, ты принципиально каким-то вопросом, ты останешься востребован на рынке, в котором очень быстро все меняется, и посредственность, и, там, типа, awesome, напишет машина за тебя, очень легко вот написать, почему принципиально нужно вот так, и ее нужно будет тренировать на том, как Линус Торвальдс там писал комменты, да, и про конкретные куски кода, типа, тогда, может, она сможет, там, типа, какие-то куски кода привить, как Линус Торвальдс, но не все. Смотри, Артем, ты вот сейчас много всего рассказал такого, ну, как, не продающего Америку, то есть, честно подсветил, как ты сказал там в репозиториях, честно подсветил все минусы, то есть, ну, не все, наверное, но главные для тебя минусы, и я так понимаю, что в 2017, там, или 2018, точно не помню, год уехал из Америки, и это было какое-то особенное решение в 2020-м, да, в 2020-м, да, сорян, да, особенное решение не было такого, что тебя там оттуда выгнали. Ты решил, почему вообще уехал, и почему тогда вернулся, то есть, что тебя там все-таки задержал и вернул-то? Ну, я бы сказал, что уехал, я тогда это описал, как коллапс личности, у меня кто-то столько есть на ютюбе, сракный мужик называется канал, очень много всего сошлось, что поменяло мировоззрение, и есть такое понятие, как смерть эго, когда можно пережить, когда ты не понимаешь, что ты делаешь, почему ты делаешь это сейчас, зачем ты это делал там, почему твоя жизнь привела тебя к этой точке, типа, в какие моменты ты там рефлексию тебя включал, не включал. И вот я на тот момент подумал, что мне не нравится, где я живу, как я живу, что я делаю, с кем я делаю, ну, понятно, не все, да, ну, как бы в целом. Важно ли это вообще, что я буду месяцем, мне не так важно сейчас, что я делаю по работе, да, раньше я прям говорил, то есть, наверное, это можно отнести к выгоранию, я еще годами не брал отпуск, я просто менял работы, и уезжал я из Калифорнии, и из Америки в том числе, конечно, но из Калифорнии в целом, в основном, и это произошло чуть-чуть до того, как после того, как я уехал, после ковида, когда компании разрешили удаленку, Калифорния начала рассасываться, то есть этот пузырь начал, вот так его начал сносить в Техас, во Флориду, многие уехали, и многие компании переоткрыли свои главные офисы, там же, потому что Калифорния в том числе ввела очень много регуляций по поводу того, как компании должны работать, кто должен быть своих директоров, тому подобное, налоги, вот. И мне непонятны многие моменты, которые в мире происходят, почему люди во многом очень легко отдают свою свободу в пользу автократии, авторитаризма, социализма, коммунизма. Мне эти моменты непонятны, и я вот в год, когда я уезжал, я, наверное, прочитал и прослушал порядка там 60-50 книг, но это очень мозг ломает, короче говоря, когда ты читаешь особенно на какие-то темы типа там концлагерей и еще чего-то такого. Вот я когда ехал по России на этом рейдж-райвере, я слушал архитлак-глак, ну и ты и ты едешь где-то там по себе, это ебучее. И там же все так построено, все эти города, все дороги, по которым ты едешь, просто на костях все. И это было в рамках вот родителей наши, они частично застали. То есть это вообще недавно было. И это происходит постоянно и везде. И я уезжал, чтобы понять, как я хочу жить, где я хочу жить, с кем я хочу жить. И я понял, наверное, две вещи, наверное. Я понял, что во-первых, я еще тогда переживал, что если я все эти мысли начну в паблик вываливать, это угроза карьеры огромная, потому что мейнстрим мысли сейчас вообще не про это. Да, то есть и тогда был особенно пик там протестов разных и вообще не про это. То есть буквально там в Европе могут выйти протестовать в Германии, например, чтобы ввести больше регуляций. Вот я в Грузии как-то мы ехали с моим братишкой на дороге смерти в Тушете и просто поймали двух попутчиков, они оказались ребятами из Германии, молодые вообще, девятнадцать братцы строй. И мы с ними часов пять разговаривали, и они меня убеждали, что... То есть я им говорю, я хочу поставить солнечные панели на дом и ветряк, да, но не потому, что я думаю, что это спасет планету, а потому, что я не хочу зависеть от решения политиков. То есть у меня сейчас, например, обогрев в доме, бойлер и кондиционер, они греют газом. Я не контролирую цену на газ, я не могу его добыть типа сам, да, я не буду бурить какие-то вышки, фильтровать там это, выделение земли, да, там типа разделять какими-то камерами, это все очень сложный процесс. Электричество супер универсальная штука, да, я могу заряжать машину, телефон, все могу на самом деле на электричестве делать, все есть эти бойлеры, кондиционеры, все есть электричество, и электричество можно добывать, можно педали крутить, это в конце концов, да, и я хочу солнечные панели и ветряк, но я не хочу, чтобы мои соседи, да, из-за своих налогов мне это спонсировали, это неправильно, то есть это буквально, а это сейчас так, то есть в штатах можно получить федеральный и там в моем каунте тоже можно возврат получить из налогов за установку там солнечных панелей. А это же произойдет через то, что с моих соседей насильно забрали деньги, да, и сказали, что вот часть ваших денег идет вашему соседу, потому что он такой молодец, типа поставил солнечные панели. Ну, это неправильно, на мой взгляд. Но при этом я могу контролировать получается производство и цену, то есть из-за того, что США там нападет или не нападет на Ирак в очередной раз, и нефть поступит или не поступит, и газ, да, там типа, или они запретят или разрешат добычу там в каких-то своих штатах. От этого зависит цена у меня на бензин, на газ, на продукты в итоге, на все зависит. Вот я когда с Володей разговаривал, мы с ним что-то обсуждали, почему у него денег больше тратится в Калифорнии, а у меня меньше, да. Я говорю, ну это же ты, потому что там живешь, у тебя бензин стоит 7 баксов там на тот момент, да, за галлон, а у меня 3. Мы живем, ну, типа там, в паре тысяч миль друг от друга. Но там даже в соседний штат можно уехать из Калифорнии, там уже будет совершенно двигаться на Неваде. Это все, потому что это есть какие-то сборы, налоги, регуляции. Вот. И что я понял? Значит, я понял, наверное, что... Про две вещи. Что угроза карьере это не так страшно, как угроза жизни. То есть, если... Да, я все еще, наверное, могу потерять карьеру и работу здесь за свои мнения. И это плохо. Но окей. Потому что я считаю рабочие отношения двусторонними, да. То есть, я не считаю, что меня обязан кто-то нанять просто потому, что я могу что-то делать. Это не так. Я должен этим людям еще нравиться. Им должно быть комфортно с мной работать, да, по разным критериям. И то же самое применимо по обратной стороне. Если я буду делать свою компанию, я не буду нанимать людей, которым мне не нравится. Я не хочу. Я не хочу, чтобы кто-то мог меня заставить это делать, да. А, скажем, в России или в Беларуси... Ну, в Беларуси, когда я жил после уезда, я там ходил к психотерапевту, и мы очень много прорабатывали все на свете, но в том числе просто мой непрекращающийся страх, что меня здесь могут посадить просто так. Вот, ну, дело можно наклепать очень быстро, и ты можешь уехать на десятки лет вообще. Ну, как это сейчас происходит. Да, за дискредитацию там вооруженных сил России, например. То есть, у меня, например, мой личный блок заблокирован два раза в России Роскомнадзором и Генпрокуратурой. При этом дела нет никакого. И огромная разница есть между тем, что за то, что ты говоришь, ты можешь лишиться с карьеры, или за то, что ты говоришь, ты можешь отъехать на десятки лет своей жизни, или вообще на себя. И США это одна из многих больших стран развитых, в которых свобода слова конституционная и действительно выполняется. То есть, тебя как минимум... Ну, то есть, ты можешь все личное в жизни потерять из-за того, что ты скажешь, но ты не сядешь за это в тюрьму. Есть кейсы, где есть дефамация, когда ты наговорил неправду, и кто-то тебя судит за то, что ты наговорил неправду, и человек за это понес урон. Это решает суд присяжных. Там есть четкие критерии, я про это много разговаривал с своими американцами. Интересно. Я считал, что это плохая штука, что она есть. На самом деле, она сделана очень умно. И есть кейсы того, что ты последовательно угрожаешь кому-нибудь. Например, я тебя убью, я тебя убью, пишешь человеку, еще что-то, и любой, ну, не любой, но суд присяжных придет к reasonable, типа, подозрению, что человек реально может это сделать, его нужно отгородить, в конце концов, от этого человека. Это не уголовное преступление, но тебя могут наложить запрет на приближение к дому, или еще что-то такое. Если ты его уже нарушишь, и это практически единственное ограничение на свободу слова. А мы сейчас видим по всему миру, где свободное слово режется на законодательном уровне. То есть там за какую-то символику, за какие-то слова ты можешь, ну, там, в конкретном Германии, например, тебе может прилететь там на твите флажка, что, типа, ваш твит нарушает, там, типа, федеральное законодательство Германии. Это не шутка, но, типа, это реально так и есть. Слушай, ну, тут тебе кто-то кто-то в комментариях напишет, что может показаться, будто бы в США это все отсутствует, но оно есть. Кто-то напишет, что там половина США строилась на костях, например, черных людей. На то время черных, да? Black Lives Matter, все, что мы сейчас имеем, это не просто так появилось. Кто-то скажет тебе, что, да еще там два года назад в Капитолии полицаи просто людей убивали за штурм Капитолия. Как бы, чем отличается от того, что происходит в наших странах? Как ты к этим относишься? Здесь про это можно говорить и про это говорят. И за это не наказывается. В смысле? Ну, за деформацию очень редко судится. Ну, вот, для примера... Это я хотел вкинуть от себя. Я понимаю, да. Давай я тебе покажу просто. Потому что, наверное, второе, что я понял, что мне очень важно в локализме. То есть, вот в интернете есть такая штука, как, может не существовать никого, с кем ты общаешься. Ну, просто смешной парадокс. На самом деле, он приводит к тому, что, ну, я думаю, что есть несколько таких кризисов, которые современные поколения переживают, наши, на Ленин, там, Ганзе, что все, что ты говоришь, оно внезапно стало, типа, возможно, транслироваться на весь мир. И ты за это, типа, ты мог раньше пошутить где-то, да, там, с друзьями. А сейчас ты пошутил с друзьями в Твиттере и все, ты лишился всего, да, или наоборот получился. Это невероятная связанность общества, про которое там фантасты, да, писали, что у всех будут какие-то компьютеры, там, типа, и будет какая-то общая сеть, там, типа телекоммуникационная, типа интернета. И общество из-за этого очень сильно поменяется. Так произошло. И когда ты там видишь на плод хейтеров или еще чего же, да, вот просто за то, что ты что-то сказал, это справедливо, потому что ты это сказал и у других людей другие мнения. Но оказывается, не менее важно жить просто физически рядом с людьми, с которыми ты разделяешь какие-то ценности. То есть вот я хочу жить с людьми, которые разделяют, что есть ценность частной собственности, да, что есть конституционные защиты свободы слова от обысков, от применения силы к тебе, там, государствам, да. Вот если сравнивать Колорадо, да, Колорадо считается он таким синим штатом, демократическим, но это из-за Деннера. Все остальное в Колорадо все красное, республиканцы, да, я вообще себя отношу к либертарианцам, это еще другая штука, да, но типа с республиканцем, как правило, язык очень быстро находится, а с демократами нет, потому что демократы современные, они больше про социализм, а республиканцы больше про капитализм, вот и все. И вот из примеров, не знаю, у меня есть локальная газета, которую мы здесь выписываем за газет. Ну вот они тут пишут, например, проблемы с типа бюджетом штата, да, и они там будут расписывать про то, как это чертово государство в нашем штате типа разрослось, и опять эти, короче, дармоеды там пытаются объединиться в профсоюзы, так, чтобы их нельзя было увольнять за то, что они плохо работают. Это самая крупная газета моего города. Типа это очень хорошо, да. Дальше мы увидим инверменталисты, ну, Грета Тунгер, да, пытаются, хотят забрать вашу машину, но сделают это медленно, типа, да. У меня тут нету всех этих но там было и в том числе, типа, почему мы должны объединиться, чтобы сопротивляться коммунизму, да, я не знаю, вот у меня сегодняшняя пришла как раз, я даже не знаю, что здесь написано, но она довольно такая, они не стесняются тем обсуждать, да, которые сейчас уже там в Европе, ну, я знаю, что их уже нельзя толком обсуждать. То есть, ты не видишь в мейнстримном медиа, там, а почему голландские там фермеры протестуют, да, ты видишь только последствия, типа, а почему-то голландские фермеры заняли все там места в муниципальных каких-то выборах, ну, ну, потому что там современное поколение, оно не понимает, откуда вообще еда берется, походу, я не знаю, типа, давайте мы запретим ее вырабатывать, типа, дешево, а потом их все земли и, типа, оборудование и все за скупят огромные корпорации, типа, почему-то все будет очень плохо, но там вот достаточно пары инкрементальных шагов, да, подумать, что, я не знаю, если мы думаем про социализм, что бесплатная медицина, но ничего бесплатного не бывает, да, что если все пройдут, типа, там, будут очереди огромные, будут квоты, будет такая же разруха, как в России с этой бесплатной медициной, да, почему многие едут делать самые сложные операции в США, несмотря на их стоимость, да, потому что здесь самые крутые доктора и самая передовая медицина, да, при этом медицина в США плохая, ну, потому что есть регуляции, которые запрещают, например, госпиталь открыться рядом с другим госпиталем, то есть ты думаешь, что капитализм там, типа, конкуренция победит, нет, типа, в большинстве штатов в свое время успели протолкнуть владельцы бизнесов регуляции, что нужно к ним сначала обратиться и, типа, спросить, а вы разрешаете еще один бизнес открыть, ну, вот буквально такое есть, там, Tesla почему не продает через дилеров, потому что качество упадет в продаж, и из-за этого Tesla не купить официально в некоторых штатах, мобили должны происходить через третьих сторонних дилеров, но ты не хочешь, да, вот ты делаешь свою машину, ты не хочешь никому ее дистрибутировать, ты хочешь сам ее только продавать, потому что ты сам гарантируешь качество доставки, типа, я не знаю, много таких вещей, вот, и я, получается, понял, что угроза карьере менее важна мне, чем угроза жизни, и за слова, и за мнение, и что, если убрать интернет из своей думки, да, то получится, что хочется жить с соседями, которые тебе нравятся, и которые встанут на твою сторону, если что-то случится, вот, поэтому, наверное, США опять, и поэтому не демократический штат, не демократический город, а своя частная собственность, владение оружием, все такое со временем, не все сейчас можно, к сожалению, какие-то такие нервности. То есть, если брать вот эту классическую, заезженную пирамиду масла, ты выбрал безопасность, и он тебя перевесил, все остальное, по факту. Ну, понимаешь, потому что высшие ценности, да, вот, это твои размышления, твое обсуждение этого, там, с другими людьми, оффлайн, онлайн, да, оно начинает блокироваться во многих странах, на мой взгляд, да, то есть, за политические высказывания и мнения ты можешь огрести сейчас много где, и это очень плохо. И я хочу жить там, где эти ценности отстаиваются, там, в прессе, журналистами, политиками, и просто моими соседями. Это мне критически важно. Оно в том числе оказывается, что очень связано с низкой ценностью безопасности просто. Но это позже. То есть, это, наверное, возвращается к идее того, что ты можешь на какое-то время, да, создать безопасность через то, что ты все свои права, вот эти максимальные, отдаешь кому-то на аутсорс. То есть, ты говоришь, нет, нет, я не хочу, чтобы ни я, ни мой сосед, не дай бог, не владели оружием, да, это опасно. Я говорю, вот только полицейские, вот они, типа, выделенная каста, людей, которые там, высокие экзамены проходят, еще что-то, типа, и будет очень хорошо, и потом мы получаем ассесс, типа, которые, ну, первым делом, типа, они придут кому угодно, чтобы их загасить, да, там, политическое мнение, там, лагерь, ты ничего не сможешь сделать уже. То есть, настолько будет поздно, а казалось, что вначале ты сделал правильно, то есть, вот, поэтому для меня эти высшие ценности от свободы слова, они непосредственно связаны с безопасностью, но, наверное, нужно несколько логических шагов, чтобы к этому прийти. Те ребята, которые за тобой следят, я думаю, нас такие смотреть будут, могут подумать следующее, могут, вот ты сейчас говоришь, что надо давать возможность выбора, да, это важно, нужно понимать, что твой выбор, ловнее всего, звучит так, что выбрал, и живешь так, как тебе нравится, это нормально. И вроде как ты это своим примером показываешь. Но кто-то может сказать, что у тебя это выглядело как all-in после сильного выгорания. Ты выгорел очень сильно, и первый же вариант, который тебе попался, из доступных, он стал твоим всем, потому что ты приезжаешь в страну, которая по менталитету, там по всему пипец как отличается. Ты покупаешь там дом сразу же, и ты сейчас показываешь картинку там своей публичной деятельностью о том, что вот ты нашел ту самую жизнь, которая тебе нравится. Вот скажи, это все-таки действительно так, это та жизнь, которая тебе нравится, и ты в это полностью веришь, либо ты все-таки на какую-то часть процента себе это дорисовываешь, поскольку... Ну, ты понимаешь, о чем я, да? Кому-то может показаться, что это убегание от самого себя, может быть. Про убегание, давай, скажем так, вот есть известный миф о Сизифе, да, этичности греческой придуманной, что Сизифа, значит, наказали за его поступки, так что на вечность он должен спускать и таскать какой-то круглый камень с горы на голову, да? И, ну, много это просто с психотерапевтом проговаривали, это очень такой, я так понимаю, в некоторых направлениях психотерапии, конкретно вот этот миф, это очень удобный конструкт для обсуждения того, где и как ты живешь, что ты делаешь вообще. И есть такое направление там мысли, что можно на самом деле, вот таская вот этот камень, да, вообще-то смотреть по сторонам, там с этой горы видно там птичек, да, к тебе подлетают, там, лисица, волк, что-то происходит, там где-то океан, ты туда попасть не можешь. Вот мое понимание такое, что если ты вот так вот закопался, да, я могу сидеть в тюрьме в России и думать, что я делаю правильное дело, но моя свобода ограничена, я не могу куда-то пойти, с кем-то поговорить, с кем я хочу, да, потому что мне ограничили много чего, если я так к сожалению, не произойдет, да, если. И такое там очень много есть в литературе про конструкт-логеря, где люди находят какой-то смысл существования, находясь просто в аду, буквально, который вот их соседями сделан. Это, наверное, первое. И это то, что я не забываю, находясь здесь. То есть я нахожусь здесь на визе, я не на грин-карте даже, да, это сложный процесс, получите, я работаю над этим, да, а потом, после этого, я надеюсь, получится, будет гражданство. Почему? Типа, я бы мог остаться в системе гражданства, но очень неудобная гражданство сейчас, да, это страна, ну, там террористы, признанные, да, многих стран, которая ведет войну просто в центре Европы, по сути, полномасштабную. И я прекрасно понимаю, что в худшем случае мне придется и дом продать, понимаешь, там все мне придется продать, если я не получу грин-карту, мне откажут всеми путями. То есть иллюзии здесь нет. Но там в экзистенциализме, да, есть такое, естественно, прихождение, я каждую секунду, во-первых, не понятно, сколько там версий меня существует, во-вторых, в каждый квант времени я могу погибнуть просто по миллиарду причин. Зачем из-за этого ограничивать, ну, то есть крутиться как белка в колесе, если можно чуть-чуть максимизировать то, как ты живешь, но надо подходить к этому, наверное, разумно, то есть если что, я там в своем твиттере много пишу про быт, да, где я на каких-то примерах, там, типа, вот я делаю то-то сам, здесь мы приготовим сами, здесь еще что-то, деньги утекают очень легко у людей и приумножить их, капитализировать на них, типа, ну, скажем, вот у меня ипотека по довольно высокой ставке мы взяли ее, сейчас кризис, недвижимость в США, она по ставке 6,1%, это реально высоко для штатов, но мы всеми способами ее попробовали сбить, то есть первые два года у меня пониженная ставка, потом есть инструменты типа рефинансирования, при этом ипотека у меня фиксированная, и я что надеюсь, что мое понимание там рыночной экономики такое, что большая часть моих сбережений в акциях компаний на биржах разных США и компаний либо обанкротятся, либо делают все, что угодно, вот самые там социалистические левые компании, они будут все равно увольнять людей, просто чтобы остаться на полу в момент кризиса, и так происходит сейчас, и несмотря на то, что они там будут потом выступать за то, что типа мы никого не увольняем, там просто так и подобное, ну, типа рынок есть, рынок, и акции компаний так или иначе обгонят и перегонят инфляцию, потому что иначе им просто нет смысла существовать, они иначе существуют, и держа большую часть денег в акции компании, я надеюсь эту инфляцию перегнать, и все равно сделать на этих деньгах больше, чем я теряю на процентах ипотеки, да, и увеличивать свое владение в доме, то есть если мне там сделают премию или еще что-то, я часть вкину, да, это уменьшит мою там прогрессивную там ставку на ипотеку, потому что она считается от остатка всегда, да, и т.д. и т.п. А в Европе, скажем, большая часть ипотек плавающая, и что там будет, когда туда дойдет этот финансовый кризис, который сейчас в США происходит, да, это большой вопрос, потому что там через пару лет тебе ставку на ипотеку поменяют, потому что она плавающая, и люди, ну, стоимость жизни в Европе, да, если мы говорим про это, то есть почему я в США, помимо гражданских прав, это потому что стоимость жизни сопоставима с зарплатами в США, а в Европе, на мой взгляд, нет, то есть в Европе ты практически в ноль живешь, если ты не пытаешься какие-то там предприниматели, смысловно говоря, заниматься, да, извини, если ты не живешь в Польше, в Польше пока что очень хорошо, ну, ты понимаешь, да, о чем я там в Великобритании, в Германии, в Нидерландах, ты, ну, на сбережение у тебя реально мало, у тебя зарплаты исчисляются, ну, типа хорошая зарплата, это 200 тысяч евро, это очень хорошая зарплата в Европе, у меня это базовая зарплата, то есть и еще акции накинуты, да, на половину из этого, в смысле, на такую же сумму примерно еще акций, это же огромная разница, при этом стоимость примерно одинаковая, у всех разные потребности, но для понимания, да, вот мой дом, где-то там 200, извините, 260 квадратов, примерно двухэтажный, но он практически до моей мечты, как я хотел, он плоский, он не, типа, 500 этажей, которые там на лестнице надо постоянно ходить, почти вся жизнь происходит на основном этаже и в бейсмон спускаемся только, чтобы в гараж зайти или в что-нибудь кто-то, и это 600 тысяч, ну, я дай бог, квартиру бы купил какую-то там полтора однокомнатную в Амстердаме там или в Берлине, но это же не шутка, да, зачем, то есть мне, меня не так втянет коротам, я понимаю, что многих втянет коротам, это другой вопрос, в Сан-Франциско дом, ну, у меня есть друзья, у которых там есть дома, дом моего масштаба, он бы стоил, наверное, миллион два, но он объективно просто столько не стоит, понимаешь, а заплата у меня немного ниже, чем в Сан-Франциско, да, все может обломаться в один момент, то есть меня могут уволить, да, я могу из-за этого потерять статус нахождения в стране, типа, по визе рабочей, и т.д. На все это есть какие-то планы А, Б, Ц, да, но я не знаю, а сколько еще надо было бы терпеть тогда, наверное, где-то накопить, где-то получить сначала ВНЖ, гражданство, то есть именно поэтому мы скипнули этот шаг с Европой, когда война началась, я стал переживать, что я просто не выпаду, и потом в Штаты, да, я лучше потом в Европу приеду, уже имея легальный статус в США, да, и оценивая состояние Европы, там, типа, в какие страны суваться, в какие они суваться, в зависимости от закона, в зависимости от того, куда эта война распространится, и, ну, как так, я открыт к критике, поэтому, я сто процентов делаю много вещей неправильно, но, кажется, если ты находишь, ну, если твой режим жизни поддерживаемый, то есть у тебя доходы выше расходов, там, раза в два, в три, то все нормально, на самом деле. Да, Артем, мы тут много всего всякого поговорили, но одна из таких вещей, которая триггернула, которая прям зацепила, когда читаешь твой твиттер, там был такой тред большой, и я так понимаю, что появляются другие какие-то посты вне этого треда, где ты детально с подробностями, со всякими кишками, иногда рассказываешь про то, как ты, во-первых, купил дом, а во-вторых, как его обставляешь, и это прям подкупает. Я когда впервые на него попал, я там сидел, пару часов смотрел, читал, что-то какие-то, да, мне прям как такая книжка по обустройству домов меня зацепила. Расскажи, пожалуйста, как вообще эта идея родилась, ну, почему ты вообще решил взять ипотеку, а не как все миллениалы снимать, до бесконечности. И как вообще сейчас происходит обустройство? На чем связь? Какая стадия? На ипотеку мы решились, потому что даже несмотря на текущую ключевую ставку в США и такую, которую выдают там банки, это все равно выгоднее, чем аренда, то есть буквально с первого месяца. То есть надо понимать, что когда ты берешь ипотеку, тебе нужен первоначальный взнос какой-то, мы сделали порядка 13%, то есть его необязательно делать там стандартно 20%, то есть в момент, когда мы выбирали, все, продажи встали вообще, потому что кредиты дешевые не получить, и люди перестали покупать дома, из-за этого цены на дома начали падать, и банки начали соглашаться на любые условия, лишь бы ты взял ипотеку, просто чтобы у них сидела ипотека, и ты им платил процент с нее. Поэтому мы смогли спокойно договориться на пониженный даунпеймент, потому что ты просто вкидываешь кэш в недвижимость, мне показалось, что выгоднее держать побольше акций, чем собственности в доме, то есть я потом буду перекосить и поменять, но пока что так, и то есть я мог продать, в принципе, гораздо больше акций и там сделать взнос большой очень, да, в этом просто смысла похоже нет. Если у тебя ожидаемый прирост от этих акций больше, чем потерянные. Подожди, большой очень взнос. Я посчитал, 13% это сколько? Это больше 70 тысяч. Это тоже не маленький взнос. Это не маленький взнос, да, но можно меньше сделать процент. То есть мы просто посчитали, что есть сейчас такое количество денег, которое там после продажи машины. Можно было еще меньше с учетом услуги. Можно было. Можно было, да. И когда я вот стараюсь это можно спросить, всегда можно договариваться, короче, что на работе, что с банкирами, с кем угодно. Это всегда договорные отношения. Все, что вы в договоре пропишите, так и будет, если согласны. Артем, может, сразу нескромный вопрос такой. Дудя сейчас включу. Я же правильно понимаю, что все эти деньги, которые ты вот вложил в ипотеку, это заработанные твои частные деньги, это не какое-то там наследство и прочие вещи. Да, да, да. Окей. У меня для открытости, когда я был студентом, мама купила мне квартиру в Петербурге. Это был курс, наверное, третий. До этого я жил в общаге. И я потом очень жалел, что у нас была эта квартира. Мы там делали ремонт, короче, с батей, бывшей моей жены. Это было все очень сложно. То есть я после работы приезжал туда, типа, делать ремонт. Потом ехал в общагу, потому что все, этот ремонт длился почти год. И мы ее купили не в том районе, в котором... Короче, я ничего не понимал про жизнь, да? Как и сейчас, естественно. И я не понимал, нахрен я в этом районе живу. Мне, типа, не нравился. Не было света в этой квартире. Она была очень маленькая. Это был панельный дом. Типа, там все слышно. Это, короче, какой-то кошмар. И я вот, когда уехал из Калифорнии, я приехал, я его продал, отдал эти сразу деньги маме все, потому что это ее были деньги. Все. То есть у меня никакого наследства, ничего такого нет. Но в какой-то момент у меня была, типа, квартира в Калифорнии, которая была больше мне обременением и финансовым, и физическим, и каким только ее и не было. А все, большая часть денег, которые сейчас потрачены на дом, да не больше, наверное, вся, она вся заработана в Америке. Я почти все, всю зарплату вкидывал, живя в Сан-Франциско, в акции. И довольно неплохо поднял. У меня появились видосы. Понятно, что сейчас все шарохнулось вниз, но все равно я все еще в плюсе, по большей части, относительно того, что я вложил сильно, у меня там ОМД выстрелил, еще какие-то такие вещи. То есть я не много инвестирую в индексы, я больше инвестирую в компании. У меня к этому подход довольно простой. Он value, так называемый investing. То есть если я считаю, что рыночная капитализация, то есть стоимость компании несправедливая, она ниже, чем она должна стоить, в отличие от ее конкурентов, то я считаю, что это хорошая инвестиция. То есть я складываю, скажем, у себя в голове, как я представляю, как эта компания работает, сколько на ней человек работает, какие у нее интеллектуальные и физические разработки, сколько у нее заводов, незаводов, офисов. И такой, ага, кажется, относительно конкуренции эта оценка занижена. Надо вложиться. Вот у меня прям такой подход. К ипотеке, короче, получается так, что у нас месячный платеж текущий, он где-то 2 900 до коммунальных платежей и коммунальные порядка 250 долларов. То есть получается где-то 3 150, да, давайте, 3 300 округлим, да, это за дом, почти 300 квадратов, там где-то 9 соток земли у нас. Ну, снять такой дом в Колорадо, будет стоить, наверное, порядка от 6 тысяч, я бы сказал, просто за месяц, если ты будешь такой дом снимать, да, и это будет не твой дом, ты не сможешь его улучшать, ты не сможешь его потом продать, да, там, человеку не будет. И надо понимать, что с ипотекой ты можешь потом перепродать, я могу прямо сейчас дом выставить, и новый покупатель, он там, либо он в ипотеку, он, он, типа, его ипотека выкинет денег в мою, там, в мою ипотеку, да, чтобы ее закрыть, или они вообще подпишут договор о том, что он переходит там, то есть по факту ты не сильно рискуешь, если что. Да, да, то есть в худшем случае ты продашь этот дом, да, это будет супер геморрой, да, типа ты бы мог просто выехать из съемной там квартиры или дома, да, конечно, это другого уровня абсолютно все геморрой, но люди на этом даже зарабатывать успевают, то есть если рынок потом отскакивает, да, то они дом-то и дороже будут, вот, ну, или терять, если все упадет вниз, конечно, тоже могут терять, но в целом показалось, что, ну, мы приехали, я в конце сентября жена чуть позже, у меня там были, у меня такая эпопея с визой была, у нее, короче, два раза я шлепнул мутую визу в Грузии, просто вообще не ту, первый раз визу спортсмена, типа мы такие, че, как вообще, там типа хоть какая-то валидация была, и это очень происходит, потому что там куча нужная дополнительная информация, чтобы тебе как спортсмена типа выдали что-то там на соревнования, на какие-то, да, там ничего этого не было, написано, но вот типа виза спортсмена, да, а я знаю, какая виза у нее была, это была виза спортсмена, который убегает из Беларуси, у нас у всех такая виза, у беларуси еще есть, изобъект на длинной дистанции, да, да, и короче, потом я еще какую-то дали, не того типа, вот, из-за этого она там немного задержалась подольше, но мы переехали, я снял сначала по Airbnb в Денвере, в блоке апартаментов, ужасный район был, конечно, я не сразу все понял, но это было самое дешевое предложение, я платил 2400 за апартаменты, наверное, 45-50 квадратных метров, ну, однокомнатная, типа, отдельная гостиная, да, это уже типа, ну, 500 долларов, и вот у меня платеж ипотеки, да, за 300 квадратов точно, потом мы переехали, приехал мой друг, получается, с Калифорнией, с ее женой, и мы сняли вместе дом в Лаблунде, в другом городе, это выходило в четыре с лишним тысячи, ну, типа, за весь дом, да, за месяц, по Airbnb, то есть понятно, что можно было дешевле, если там, типа, на год платишь контракт, ты сэкономишь, но это на год контракт, если ты захочешь выехать, ты должен заплатить оставшуюся часть за то, что ты не прожил все равно, и мы начали смотреть, то есть здесь очень важно понимать, что из-за того, что я до этого жил в штатку, у меня кредитная история была хорошая, то есть я, три года мейнтейнил, там, я брал кредиты на машину, выплачивал их быстро, там, брал какие-то кредитки, там, у Амазона и у банка своего, и просто их рассчитывал, типа, и есть сервисы, там, кредит карма, еще какие-то, которые помогают тебе следить за своим кредитскором, есть три финансовых агентства, которые ведут твой кредитскор, ну, и в целом, эта система, типа, оценки добропорядочности, типа, тебя как кредитобрателя, что тебе можно выдавать кредиты, какие лимиты, это все зависит от его дохода, в том числе, ну, короче говоря, получается, что я немного в такой чеческой позиции был, что мы как бы приехали, да, но у меня уже есть вот этот весь сетап, я его поддерживал, то есть я просто не переставал использовать эти все штуки, там, кредитками где-то расплачивался в интернете, и из-за этого у меня был довольно высокий кредитскор, он там порядка 780 был, это, ну, хороший считается, то есть выше 700, это уже хороший, и от него зависит процент кредита, который тебе дают, и сумму, на которую ты можешь взять, вот, ну, и мы посчитали и решили, что выгоднее взять, и выгоднее попробовать жить, как мы хотим, в худшем случае придется продать, как-то так, ну, и типа в доме, в своем, ты можешь делать улучшение, которое тебе хочется, в арендованном, ты, естественно, ты тоже можешь их делать, согласование, но просто это глупо, потому что ты инвестируешь деньги не в свое жилье, там тоже, если вы так делаете, то, конечно, договоритесь, чтобы вам вычили просто суммы этих улучшений из арендной платы, потому что вы улучшаете чужое жилье, в чужую прорезь, вот, по поводу обустройства, есть обустройство, есть обслуживание, короче, дому 50 лет, да, это каркасный дом, большинство домов в США каркасные, это не такая ужасная технология, как она кажется, особенно если вы посмотрите, много представителей, как мы делали с женой до этого, но из плюсов он уселся очень хорошо уже, получается, за все эти годы, да, и вот у нас здесь периодически ветра налетают, мы на вершине довольно высокой, здесь типа горы или холма, я не знаю, как назвать, и в доме тихо, это очень важно, потому что вот в предыдущем данном ваунде, там типа на равнине находился, ё-моё, как у нас скрипела крыша, типа ты спать, ты понимаешь, у меня очень чуткий сон, типа я вообще как-то генетический человек, который, видимо, там мои все предки сидели у костра, типа я очень не могу заснуть там до четырех утра, просто практически в никаких слоях, и очень чуткий у меня сон и все такое, типа я на все это реагирую, а здесь дом очень хорошо усажен, и получается, что все тихо, все хорошо, единственное, что поскрипывают где-то полы, но это все пофиксимо, потихоньку, но из минусов каркасников, если что вам, о, кошка фокусила, прикольно, вам богатые люди, конечно, скажут, что надо дом, типа из кирпича или бетона, типа потому что... Ну конечно, как же без этого, у нас только так и строят. Не-не-не-не, даже с шаями, потому что... Шучу. Ну да, потому что просто есть слышимость, то есть ты где-то ходишь, где-то что-то начинает трястись в диагонали, типа поперечника этого дома, хотя он может быть огромным, это ужас, конечно, или я там... Ну вот мы ходим, если в подвал спуститься, слышно, как люди ходят просто, да, на основном этаже, слава богу, не слышно, но это минусы, конечно, каркасников большие, но это гораздо более дешевая технология получается для строительства и для поддержки, у тебя очень много полостей, то есть ты можешь там какие-то кабели, трубы прокладывать из-за этого, большинство стен гипсокартоновые из-за этого, то есть они просто пустые, где-то между ними там балки и на них насажен гипсокартон. Вот. Перед покупкой здесь обязательно делается оценка со стороны ипотечной компании, да, то есть просто приходит оценщик, его пускают в дом, там, по разрешению, да, предыдущих владельцев, и они выносят свою оценку рыночную, то есть наш дом оценили чуть выше, чем то, за что мы его купили, они оценивают и район, там в том числе было прикольно, ну, тебе в том приходит отчет, там было типа, reasonable, driving, типа time, там до магазинов, до школ, там еще что-то, driving, даже не распространяется, что тебе надо пешком, типа, куда-то дойти, такие, да, можно за нормальное время доехать, да, можно, типа, галочка такая, типа стоит, но при этом у нас, на самом деле, здесь можно пешком дойти, много дотуда, и там, выделяется ли дом в нейбор-худе, там, типа, а насколько соседние дома, типа, в такой же оценке, насколько они хороши, и там, да, да, типа, и у нас здесь есть, кстати, такой дом, здесь есть такой твиттер, Zilogonwild, это один из сайтов, на котором недвижимость продается, где, типа, дома сумасшедшие, обставленные там внутри или снаружи, там просто как-то треш, ну вот, и один из таких, то есть, если ему свой дом покрасишь, покрасишь условно в яркий красный цвет, то это может повлиять на его стоимость, потому что он выделяется, сейчас затрагиваешь такую тему сложно, короче, в Штатах есть HOA, это Home Owners Association, это как-то сажать, типа, товарищ собственник жилья, такая же штука, типа, ассоциация владельцев домов, типа, в каком-то районе, может быть, и мы специально искали дом, у которых такой ассоциации нет, потому что это хрень, может, но ты, по сути, типа, покупаешь, ну, я сейчас, да, в контрактной юридиции и там, типа, юридической Соединенных Штатов, то есть федеральной, да, в штате Колорадо, в каунте Эль-Пасо, в городе, типа, Колорадо Спрингс, и вот еще мог бы быть H-O-A поверх этого, и вот этот H-O-A, он тебе может запретить что-то делать, там, типа, на фронтьярде не ставь, есть известный кейс, где, типа, люди судятся, ну, какой-то чел, типа, прям судился долго, он поставил, типа, пластикового розового фламинго, типа, себе на фронтьярде, на него нажаловались, типа, соседи в H-O-A, типа, эта херня, типа, ухудшает вид района и снижает, типа, типа, тебе еще и начнут писать, там, типа, убери, убери, потому что ты вписался в контракт, типа, ты согласился на вот эти условия, что так может быть в этом, а это при этом твоя земля, но ты, она в контрактной юридиции, и это, короче, жопа, без H-O-A, типа, риски, что район деградирует, да, то есть какой-то сосед начнет какую-то херню делать, или ты начнешь херню делать, и стоимость всех домов, типа, в этом районе начнет падать, да, потому что, ну, какой-то трэш у кого-то, там, на участке, не знаю, разбитые машины, там, да, или просто мусор, да, и он просто не убирает, потому что это же частная собственность, типа, он может делать, что хочет, а не по идее, пока он не нарушает законные, там, типа, ну, регуляции, вот этих высшестоящих вещей, города, каунти, штата, и мы видели много домов, в которых, типа, H-O-A-платеж, может быть, там, 200 баксов, 300 баксов в месяц, и просто за то, что ты, типа, в собственности, в обществе товарищей, ну, это же бред, это же моя коммунолога, типа, такая же, то есть, вот у меня друзья, например, живут, они живут недалеко от Демблера, у них H-O-A-400 баксов, у них дом, типа, миллиона стоит, охренеть, да, но у них, типа, хотя бы ты понимаешь, куда он тратится, там очень крутой, типа, район, у нас крутой он, потому что он уникально сделан, типа, каждый дом, да, типа, такой индивидуальный, с большими участками на горе, а у них крутой, потому что район здесь, типа, застроили, ну, современный, ну, круто, это тупо звучит, как будто какие-то олигархи, но, короче, нормально сделано, и у них туда входит, получается, какие-то общественные помещения, там, типа, общий бассейн у них есть на весь, типа, район, там, несколько зданий с бассейнами, какой-то гольф-клуб, там, еще что-то такое, там, детский клуб, это вот прикол, типа, и у них как раз ребенок, и они пользуются, стараются по максимуму этим, за что они платят, вот, по поводу, вот, покраски дома, ты просто спросил, то есть, в HR-те, тебе надо согласовывать покраску дома, какие-то, типа, внешние работы, тебе надо согласовывать, это большая же проблема, ну, и плюсы тоже есть. Вопрос еще такого характера, у тебя кредитная история, тебе в этом плане было проще, чувакам, которые вдруг посмотрят наш выпуск и решат съездить в Америку, или которые давно уже хотели ехать, но у них нет кредитной истории, что им делать? Ну, во-третьих, есть деньги, они хотят там жить. я сейчас скажу два момента, наверное, самое интересное, что я выяснил у маргадж брокера, это, типа, человек, который посредником выступает между тобой и компанией, которые дают, типа, эти маргаджи, ипотеки, ты можешь, даже на туристическом виде, ты, в принципе, можешь купить недвижимость в США, нет ограничений, там, Техас недавно ввел ограничения иностранцам не покупать, но ты можешь купить практически в любом штате недвижимость, даже не находясь в США, никогда даже не был, не бывать здесь, то есть, ну, пару следов. То есть заплатив 100% стоимости? В большинстве случаев, да, если ты начинаешь уже приезжать и начинаешь с ними возиться лично, то даже на туристическом виде можно купить и взять ипотеку, но у тебя будет повышенный даунпеймент, то есть он там будет и 30%, и, наверное, и 50, и тебе повышенный процент дадут, потому что у тебя нет кредитной истории, вот. Ну, потому что для банка это риск, даже если ты станешь платить и тебя не доставить, понимаете, периодически. но получить это можно. Я слышал, что есть такая тема, что ты можешь находить какие-то компании, которые якобы выступают твоим, что ли, я не знаю, ну, типа, либо гарантом, либо вообще они выступают. Что-то такое, ты не слышал про такое? Я такого не слышал, и я боюсь, что там можно, типа, дома лишиться или там очень наличие проблемы. Ну, то есть, я вам, например, скажу так, что я свой камин топлю с момента переезда, ну, розжиг, у меня в основном это письма от компаний, которые присылают, что, типа, у вас, короче, ипотека не застрахована. Срочно ответьте на это письмо, оно прям выглядит, типа, респонс, типа, реквест, прям красный, такой же, типа, штамп, там, как будто ты продолбал там выплату каких-то, типа, платежей обязательных, моргаджу или там налоговый, да, и ты внутри читаешь, и там текст, вот он так, вот так вот, и ты на самом деле ничего не обязан, и мы на самом деле тебе просто пытаемся предложить за пару сотен баксов типа страховку на твой, типа, моргадж, который у меня и так уже есть, естественно, да, меня без этого не дадут просто, и мне сразу сказал, типа, ипотечный кредит, этот брокер, тебе сразу, чтобы такие письма приходить, если, типа, просто их сжигай, там, выбрасывай, типа, но если какие-то вопросы, просто позвони мне, это просто развод, типа, здесь такой же есть еще известный, типа, приходит, что, потому что есть какие-то записи, я не знаю, как они кликают, или они, видимо, публичные, к сожалению, я не изучал этот вопрос, короче, как только ты покупаешь машину, тебе через месяц начнут приходить письма, типа, у твоей тачки закончилась, типа, гарантия от производителя, но, типа, мы, там, за 300 баксов в месяц, все, типа, покроем, там, двигатель, коробку, ну, кстати, там с кучей, типа, исключений, и вообще, наверное, ничего не покроем, кстати, заплатить денег, и это выглядит тоже как официальное письмо, типа, тебе могут и звонить, там, типа, я звоню вам по поводу, типа, расширенной гарантии на ваш автомобиль, то есть это звучит, как будто тебе дили вообще за ним, это все, типа, херня полная, вот, и такая же есть с ипотекой, и я вот, реально, этих письм настолько много, и это просто мой постоянный, типа, розжиг, без шуток, и я просто побаиваюсь, что когда ты передаешь, одно дело, наверное, гарант для кредита, но это же не будут бесплатно люди делать, а другое дело, что ты, может быть, часть владения передашь, другим людям, вот, то надо очень аккуратно читать такие документы, и смотреть, что там подписываешь, вот, потом, сам процесс, он занял у нас месяц, вообще, он занимает, вот, месяца до двух, в целом, да, то есть, там, как было, мы сначала начали искать дома, ездили, смотрели объявления, но еще не просили кредит, то есть, ты в целом можешь, более правильный процесс, на, обычно, на горячем рынке, нам как объясняли, и все мои американские друзья сказали, типа, это вам сейчас повезло, типа, что вы там месяцами ходите, что-то приглядываясь, такие, ну, вот этот нравится, вот этот, типа, хорошенький, обычно дома, типа, улетали за неделю, две, и люди делали, им приходилось делать повышающие, типа, офферы, просто, чтобы перебить, типа, на десятки тысяч баксов, говорите, дома начали стоять, ну, то есть, они просто на сайте объявления, да, стоят там, типа, по три месяца, по четыре, по пять, там все, типа, здесь есть несколько посредников, к сожалению, с которыми тебе надо работать, это вот, есть агент, который показывает дом, есть, это риэлтор, по-моему, есть агент со стороны продавца, есть агент со стороны покупателя, и есть ипотечный брокер, если ты берешь через ипотеку, то есть, человек пять туда врубается, и они, типа, все начинают жрать десятки тысяч долларов, просто все сделки, на самом деле, это неприятно, и это просто вложено, по сути, в стоимости домов уже для тебя, то есть, большую часть комиссии платит продавец, но он же вкладывает ее в стоимость дома, так что, по факту, это же, ну, вы оба верующие платить, это неприятно, и мы ходили, типа, ну, просто ни просмотров, нет, ничего нет, все стоит, типа, долго, мы поэтому смогли нормально выбрать, но в целом, обычно, если рынок более разогретый, то нужно сначала сходить, там, к ипотечному брокеру, причем есть такой совет еще, что, да, есть большие ипотечные банки, но у них все enterprise, ну, как мы любим, там, SAP, Oracle, только, типа, человеческая часть этой фигни, где ты висишь на линиях, где постоянно ты не знаешь, с кем ты общаешься, агенты не понимают, где там твой дом находится, это все, типа, очень развязано, и какой-то бред, и ты при этом платишь комиссии такие же, как и мог бы, с более человеческим подходом, а есть более локальные, то есть ты можешь локально найти у агентов, поспрашивать, там, каких брокеров вы рекомендуете в этом районе, буквально, типа, человек в этом городе живет, да, и он выступает ипотечным брокером, то есть как частное лицо, ну, в смысле, частное лицо, типа, у него своя компания, да, и он сотрудничает с другими ипотечными, типа, компаниями, и там все становится по-человечеству, то есть они уже знают районы, они знают, где что, сколько стоит, где нужно быстрее бумажки, они все могут делать быстрее, и комиссии у них такие же, или даже ниже, и мы так сделали, это вот по совету одного из моих американских друзей, и все было гораздо удобнее, то есть он просто, а нам, причем, типа, мы с ней встречаемся, в какой-то графешке женщины, с опытящим брокером, она такая, типа, откуда вы переезжаете, типа, ну, я, чтобы долго не объяснять, что мы там из Грузии, через Беларусь, Россию, а до этого Калифорнию, и вообще там, типа, жизнь сложная штука, ну, с Калифорнией, типа, да, она такая, если вы демократы, вам тут не понравится, типа, я вам лучше дом не буду продавать, то есть, такие, да, да, все нормально, типа, я говорю, ну, я, типа, либератарианец, она такая, а, ну, с вами, типа, мы тут легко договоримся, типа, того, короче, вот, и, изначально, типа, если рынок разогрет, ты, да, человек пытался сказать, что вам нужно сначала сходить в большой банк, или лучше попробовать найти каких-то местных брокеров, с хорошими отзывами обязательно пробивайте это все, в интернете можно найти на них отзывы, на сайтах, на которых нельзя эти отзывы нормально удалять, сначала вы должны получить, ну, одобрение на какую-то сумму, да, то есть, чтобы вы знали свой потолок, и потом уже в этом потолке вы начинаете искать дома, мы делали наоборот, то есть, я примерно понимал свой потолок, по, там, сайтам с калькуляторами, со всей этой фигней, да, ну, и в худшем случае, типа, мы, конечно, пытались экономить здесь, мы сначала смотрели дома, в районе 400 тысяч, потому что по площади просто такие дома находились, у нас была определенная площадь, да, в голове, там, как минимум я хотел 130 квадратов минимум просто, потому что, поживя там в разных квартирах, и снимая там разные дома, я понимал, что это вот минимальная моя площадь, в которой я хочу частный дом, да, потом были какие-то требования к тому, что участок, к тому, что это не вот куки-каттер, нейборхуд, который, казалось, что мы уже обсуждали, типа, дня три назад, настолько долго. Да-да-да. И, хотелось, чтобы все дома, типа, выглядели уникальными, чтобы ландшафт был интересный, все такое, короче, да, все эти штуки складывались, и аж было тихо, с красивым видом, короче, мы поняли, что где-то в районе 550 тысяч, то есть мы начали смотреть на 400, 450, и нам, типа, не нравились дома, то есть ты приходишь там прям на трешак, то есть на фотках, типа, как всегда, да, фотки сделаны хорошо, отредактированы хорошо, ты приходишь, блин, типа, тут еще 1100, типа, вкладываешь, это штаток очень дорого, надо все изучать, да, сколько там ванну отремонтировать, типа, 10-15, типа, легко там, это, причем половину работы ты сам попробуешь делать, хотя бы разобрать, закупить материалы, там, кухню переделать, еще дороже, и т.д. и т.п., короче, да, ты понимаешь, что, блин, ну, это все можно сделать, но есть дома, в которых это уже сделано, и ты платишь меньше за то, что ты уже сделал, такой прикол, может быть, стиль не всегда твой, но это тоже выбирается, да, и мы поняли, что где-то в районе 550 тысяч происходит настолько качественный скачок, ты как будто уходишь, типа, ну, вот у нас дом, он, как меншин, можно сказать, да, сделан, он огромный, он раскидан, типа, на участки, очень красиво, перед ним кольцевой, типа, заезд с красивым ландшафтным дизайном, типа, у нас здесь ландшафтный дизайн, я спрашивал и агентов, и друзей американцев, кто к нам в гости приезжал, по моим оценкам, здесь ландшафтный дизайн, типа, тысяч на 25, типа, по текущей цене, просто вот, как камни расположены, где засажены, какие участки, деревья, кусты, да, здесь очень много вот этих сосновых всяких кустов, потому что здесь зимы довольно жесткие, все это, типа, уже сделан, бетоном залито, где надо, да, где надо, там, уложен газон, типа, правильный, законсервированный, и ты, типа, это все очень дорого стоит, если этого нет, ну, типа, ты либо этого никогда не сделаешь, либо потратишь очень много денег и силы времени, и вот, мы поняли, что, короче, вот этот качественный скачок происходит, и такие, ездили, ездили, думаем, хорошо, ладно, мы переплатим, короче, 100 тысяч, да, мы в итоге переплатили, получается, где-то 150 тысяч от того, что мы планировали, но мы бы за 150 тысяч никак бы не довели дом, купленный за 450, типа, до такого состояния, и участка, и дома, и всех инженерных систем, это 100%, то есть, из всего, что мы посмотрели, и я помню, я этот, я в твиттере это писал, и мне вдруг из Сан-Франциска написал, типа, да, я тоже заметил, что у нас, типа, где-то в районе 550 тысяч происходит качественный скачок, правда, это даунпеймент, типа, даунпеймент, 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 это в смысле самая минимальная цена, да? Это, сколько тебе надо кэша отдать, перевести с одной транзакции, типа, да, да, вот такой скачок там происходит, да. Слушай, ты рассказывал, что женщина тебе в первую очередь, брокер, стала рассказывать про то, что ты там, ты республиканцу тут живу, ты чё, ты чё? Ну, это конкретное место такое. Да, да, прикольный кейс. А были ли у нее какие-нибудь предрасположенности из-за того, что ты айтишник? Типа, а, ну, ты айтишник, значит, с тобой все будет хорошо, вы, ребят, тут нормальный, мы к вам нормально относимся. Или нет такого отношения в США? Были, были, были. То есть, нужно было, смотри, там еще был такой, короче, момент, когда ковид начался, и люди даже без, пока компаний не отправляли всех на удаленку, а просто отправили, типа, но не закрывали офисы, да, до конца. Люди начали разъезжаться по штатам и брать ипотеки, типа, а потом что случилось, нам просто, брокер рассказывал, я читал про это, что когда многие компании начали, типа, а теперь переходите в офис, уже, типа, люди живут как херзан где, и им, типа, нужно переезжать, и они начинают продавать дома, и ипотеки, типа, это невыгодно. И, когда мы подавались, с меня требовали прям письмо, типа, заверенное от работодателя, что мне разрешено отсюда работать, что мой контракт, типа, подразумевает вообще-то, что я вот прям из этого дома буквально смогу, из этого, типа, города и района, типа, смогу работать, потому что иначе это риск того, что у тебя, тебе теперь разорвется контракт рабочий, да, и ты, типа, начнешь проваливаться по платежам по институте, а им это не надо. Вот. И она в этом плане спрашивала, у меня еще был большой проблемой момент того, что я не работал два года, да, то есть я уехал в конце 20-го, и приехал вот в конце 22-го. И они такие, типа, так, и что? Я говорю, ну, смотрите, я в этой компании уже работаю, типа, больше трех лет, они меня еще раз наняли, типа, они такие, ну, давай это письмо, что там от этой компании, что, типа, они реально считают, что ты ценно, что-то типа того там, что он, короче, будет у нас дальше работать, что он ценно сотрудник, все нормально, дайте ему потеку, короче, отработать. Вот такой был момент. И я еще писал дополнительные просто разъяснения, что я делал эти два года, типа, почему я не находился, почему у меня не было дохода в США, там, все такое, но это все дали. Тут большая скидка на то, что рынок, типа, мертвый, и потеку дается очень мало, и им было важнее выдать эту ипотеку, чем отказать челу, да, ну, и доход, типа, довольно высокий, то есть, в худшем случае, это не такая проблема, типа, для него. Так, а как тут сказалось, что ты айтишник? Ну, по факту, у тебя просто адекватный работодатель попался, который все справки тебе дал, вот при чем здесь то, что ты айтишник? Ну, ты указываешь вид своей деятельности, ты, да, зарплату, естественно, что тебе можно ремонтно работать, то есть, в основном, то ипотеки выдаются, ну, айтишники, слава богу, не все население составляет, в основном, что работа выдается. Подожди, а говоря, что зарплата, вы оба сказали, что зарплата тоже, а что у айтишников в США зарплата сильно больше, чем у среди статистического человека? Ну, они довольно высокие. Нет, они, у адвокатов, наверное, хороший уровень, там, у зарплаты такого, но не у всех все-таки, конечно. Все-таки, пока что айтишка еще перегрет, в этом плане, и по сравнению с Европой это сильно заметно, то есть, в Европе у тебя не будет мега доход. Это, наверное, хорошо с точки зрения там какой-то социальной справедливости, типа, но с другой стороны, если есть предложение такое, ну, то есть, это же не просто так платить эти деньги, потому что айтишник может принести такой доход, типа, иначе компании были бы неприбыльные. Хотя компании неприбыльные тоже, это все стартаперские инвестиции, это все развалится, и опять переводится, и опять развалится, и опять переводится, это все посмотрим. Вот. Дальше, получается, с нашей стороны мы заказывали еще инспекцию дома, естественно. Это не обязательно шаг, но очень рекомендуемый, ты просто находишь подрядчика, который приезжает тоже с разрешения владельцев текущего дома и делает инспекцию там каркасную, фундамента, да, там инженерных сетей, вот этого всего, и тебе выдает отчет, в том числе там есть несколько важных моментов, про которые, ну, вот один в Европе, например, вообще не очень популярный, это тестирование на радон, это радиоактивный газ, который есть много где в континентальных штатах, и он просто из земли потихоньку выходит, и он может сквозь, ну, там, в домах с закрытым бейсментом, например, он может просто там стоять, и из-за него потихоньку он начинает с проблем со здоровьем, и есть специальные, типа, если он там находится в большом содержании, да, то есть там на несколько дней обычно тебе оставляют датчик, и он, типа, начинает собирать, да, средние данные, то тебе рекомендуют установить тогда систему вытяжки, типа, этого газа, потому что все нормально, то есть это не deal breaker, но просто справиться стоит знать. И в Европе почему-то не так мерится, а в штатах есть прям подробные карты, где он намерен уже в каких содержаниях, и в Калифорниках тоже, ну, потому что горные местности, где там обычно повышены содержания, и нам еще делали, мы заказали инспекцию стетоскопом, ну, типа, с оптоволоконом, да, кабелем с камерой в слив, типа, и приток воды городской, чтобы не было проблем, потому что это тоже десятки тысяч долларов, если у тебя там проблемы с водостоком, и что-то еще там было, я уже забыл, вот, и эти инспекции мы, типа, потратили день, там, я помню, звонили разным компаниям, ты просто офигеваешь, типа, тебе такие полторы тысячи за инспекцию, такой, так, а какие гарантии вы предоставляете, что будет, если ваша инспекция сказала, что все хорошо, там, с крышей, да, а мы потом приезжаем, крыша развалилась, ну, что-нибудь такое, да, и такие, ну, мы никакие гарантии в чем смысл вашей инспекции, да, 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 и в итоге начали находить уже потом, типа, вот, если бы мы просто наобум, да, мы бы взяли у них вполне, потому что у них там куча позитивных отзывов на Google Maps, ты прозвонишь, 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 еще, типа, такие, да, 500 долларов, конечно, там, да, 400 долларов, конечно, гарантии, конечно, представляем, у нас бизнес за страховым, типа, там, 30 дней точно на то, что мы там сказали, типа, что так, а оно не так, ну, туда и так, то есть удивительно, насколько рынок очень разный, если что-то не изучать, потом, получается, инспекция показала, что все хорошо, какие-то моменты подсказали заменить, там, типа, на некоторых розетках не было GFCI, это такой protection от утечки тока, ну, когда где-то происходит замыкание или еще что-то, он может вырубить весь контур, типа, быстро, и вообще, кстати, с проводкой в Штатах очень интересно, здесь есть земля и есть нейтраль, это разные штуки, нейтраль аналогическая, то есть нейтраль на автомат уходит, она может вырубить автомат весь, если утечка тока детектится, а земля, это обычная земля, типа, земля, то есть это двойная, типа, защита, в Европе нельзя так, в Европе обычно нейтраль или земля, типа, или это объединенная какая-то что-то система, и у нас каких-то прям сразу проблем вообще пока что не возникло, то есть прямо, чтобы что-то сломалось, и, а, посуда мойка, типа, сломалась, ей было 12 лет, я пытался разобраться, как причинить, короче, поездил там по разным местам, уже готов, уже купил мультиметр, думал, сейчас буду прозванивать, короче, отдельные компоненты, посмотрел, сколько плата замены, типа, стоит, она стоит половина этой посудомойки, которая, типа, я просмотрел, сколько эта посудомойка, какая она шумная, у меня просто неприязнь ко всему, что звучит, типа, громко, из бытовых приборов, и я такой, блин, она, типа, 60, там, с лишним децибел, это очень громко, я прям просыпался в предыдущем доме, с посудомойки, типа, по ночам, потому что, ты же на ночь обычно запускаешь, чтобы к утру у тебя чистая посуда была, весь день, покушал, туда ставил, вот, и посудомойка, это тема такая же, как для меня, как и робот-пылесос, я без них жить не могу, если честно, то есть, это, ну, это мастхэв, просто, потому что ты освобождаешься от часы жизни, и экономишь, там, и не только время, на самом деле, электроэнергию, и воду, там, и все, что угодно, и вот она, короче, сломалась, мы долго изучали этот вопрос, ездили, мы многую технику, и мебель, я, я искал, короче, бэушную, это огромный, вообще, ну, лайфхак такой, особенно, там, вот, например, вот этот стул, куча компаний из-за кредитов позакрывались, я его взял за 200 баксов, он новый стоит 1200, он как новый, я и клюнусь, просто куча офисов закрылись, да, и это очень доступно в Калифорнии, у нас вообще был план, но, жена меня обговорила, съездить в Калифорнию, там очень много хай-энд, типа, мебели очень красивые, там, из 70-х, я очень люблю такой, типа, модерн, американские, классические, такие, типа, кривые формы, красивые, там, все из массива дерева, как правило, сделано, там, или хорошие материалы, там, вот, в Калифорнии можно много чего такого нужно найти, потому что люди уезжают просто оттуда, типа, и мебель не тащат очень часто, столы какие-нибудь там, кресла очень красивые, вот, Подожди, а зачем ехать? Нельзя доставку организовать? Можно, но тогда у тебя, типа, стоимость начинает уравниваться, да, ну, типа того, то есть вот какие-то такие вещи мы искали, бушные там на Facebook Marketplace, на eBay, там еще где-то, просто чтобы прицениться, понять, где что стоит, и потом, я не знаю, почему я бы до этого почему-то не додумался, но жена у меня сразу додумалась, что, типа, мы обставляем в таком, типа, стиле, ну, модерна, интерьер, очень много сейчас буклеет, называется материал, такой, как овечья, типа, шерсть, ну, он искусственный, типа, так выглядит, и там очень много форм, то есть, ты искаженный, как у тебя каков-то сейчас на видеоверсии, типа того, типа того, да, кстати, вот ты про футболки еще говорил, про мерч, у меня, короче, это запара такая с футболками, я люблю поглубже вырезы, и как будто есть какой-то, короче, гост на эти гребаные вырезы, вот у вас вырезы одинаковые, вот такие футболки хернодишь, и я надеюсь, что когда у меня будет гинкарта, я открываю, у тебя каждая первая футболка такой становится такой, ну, типа того, там и зашивать потом же, ну, да, это может, и, короче, то же самое с носками, вот носки у меня до сих пор белорусские, многие, обожаю просто хлопковые, очень ноги потеют, типа синтетических, и я надеюсь, что когда гинкарта будет, я потихоньку на открываю кучу маленьких бизнесов, которые будут там, типа, вот нормальные футболки, типа, вот нормальные носки, там, на базу их потом вставляешь, шуешь там где-нибудь, нанимаешь людей, и все супер, там, на 3D принтере делать какие-то, типа, части для редко продающихся в массе, там, ну, часто нужны, там, не знаю, всякие такие вещи можно делать, в этом плане, к сожалению, в штатах не на гинкарте, это удивительно, что они говорят, что они предпринимательская страна, но запрещают на большинстве виски, типа, что-то вообще делать, а именно с моей работы, вот, ну, короче, с мебелью, я что хотел сказать, с интерьером, мы находим дорогущий, там, похожий диван на тот, который мы хотели, который у нас сейчас, слава богу, есть, он, там, 15 тысяч стоит, ты такой начинаешь как-то искать текстовыми запросами, такой, ладно, 7 тысяч баксов, ты такой, блин, 7 тысяч баксов с дивана, мы же заведем собак, она его уничтожит, типа, ладно, короче, и тут жена такая допирается, или, не знаю, может, она родилась этим, знание, что можно правой кнопкой кликнуть в хроме, потому что у нее хром, у меня Firefox, и, типа, сделать поиск по картинкам, и ты начинаешь находить очень много похожего, типа, за вообще другие деньги, и потом ты вот так вот поиском по картинкам, по картинкам, по картинкам, короче, ты находишь вещи абсолютно за другие деньги, у нас в итоге диван из Турции, который сделан из этой букли, которая мне очень нравится, который сделан в красивой форме, потому что у нас огромная гостиная, и он должен хорошо выглядеть и сзади, и спереди, потому что там, типа, он просто стоит посередине комнаты, вообще не туда, не сюда, и то же самое там с какими-то креслами, столами, стульями, все, на самом деле, находить очень интересные варианты в дизайнах, в которых ты даже не думал, что они такие есть. Потому что там начинаются вариации, какие-то нейросети, они не точно работают. Это был большой плюс. Стиральную машинку и эту, сушилку, короче, у нас были американские, прям такие, типа, которые гремит на весь дом. Вот реально включишь и порвет там пол твоей одежды. Это сушилка, потому что она вертикальная загрузка. А, нет, не сушилка, а стиралка. Я не знаю. Это вот буквально как с маслокаром, мне кажется. И если оно, типа, не орет, не грехтит, типа, вот так вот не шатается, значит, там что-то неправильно работает, короче. Вот. И мы в итоге здесь не так ценят европейские, там, да, горизонтальные загрузки с Direct Drive, да, который, там, типа, 30 децибел, там, в лучшем случае, пошлютите. И мы нашли бушные две Самсунга, типа, за 600. Огромные, такие, типа, красивые, тихие. Просто съездили в Денвер, я арендовал опять этот U-Haul, типа, трейлер. К тачке зацепили, типа, загрузили их сами в тачку, привезли. Меня, правда, жена потом прикрыла, потому что мы их вдвоем затаскивали в Дум. Это было тяжело, да. Ну, вот. Стол мы нашли, кухонный, из массива дерева за 600 баксов, типа. Везде надо использовать еще кредитки с кэшбэком, типа, максимальным. Ну, все. Ты, типа, максимизировать надо все, если у тебя хватает, если ты считаешь, что это поддерживаемый, типа, вариант. То есть, если у тебя доход превышает этот, типа, кредиты, которые ты набираешь или там, как ты там выбираешь оплачивать, то надо так делать, конечно. Вот. Есть магазы, то есть у нас некоторые там вещи в интерьере или посуду. Вот это, например, чашечка, которую я очень люблю, она из магаза... Как он называется? Я хамуху забыл. Короче, это магаз был вещей, куда люди сдают вещи бесплатно. Не-не. О, сакеи у меня отдельный, как вообще, есть. Она, типа, стоила 2 бакса. Ну, я нигде такую чашечку не куплю отдельную за 2 бакса. Я не знаю, ей 100 лет, наверное, уже. Фиг, поймешь. И какие-то такие вещи, типа, ты приезжаешь на какие-то барахолки или, ну, если она в хорошем состоянии, ты можешь всегда там каким-то лаком покрыть или там еще что-то сделать, и ты получаешь за, там, десятую или, там, вообще, пятую, в смысле, 5% там стоимости новой вещи, ты получаешь офигенную вещь, которая еще, типа, поколение там прослужит кому-то. Половина наших зрителей такие лаком покрыть. О, нет. Вот, кстати, смотри. Вот эта штука мне пришла вчера, да? И я ее решил собрать, чтобы она просто на фоне стояла, да? Ну, мне некуда вещи стоять, на самом деле, так что я буду ее заставлять. Вот у нее, короче, торчал туда кусок. Я вчера ходил и отпиливал в гараже, короче, пилой. То, что мне показалось, что вот так будет прикольно. Здесь как будто, типа, какая-то коробка стоит и как будто сейчас спадет. А у нее был еще сюда, короче, кусок. Ты не уходи так далеко от тебя, тебя не услышат наши слушатели. А, и там, кстати, камера, может, не взять снова. Ну, короче говоря, кастом приветствуется, я считаю, это важный мужик. Да, да, да. А про Икеа, короче... Короче, если руки не из жопы растут, то можно нормально жить, вот скажем так. Вот это я, кстати, не уверен. Вот я долго думал, что у меня руки прям очень кривые. Оказалось, что надо насмотреться много, типа, там, видосов на Ютьюбе. Ты тогда у тебя, типа, в башке какие-то пути организуются, да? Того, как делать. Типа, ты не на каждом, там, типа, микрошаге застываешь. Такое, типа, это я уже видел. Тут вот так, типа, делали, да? А во-вторых, ну, типа, правильный инструмент тоже решает, оказывается. Ну, типа, вот, там, паять. Я, например, думал, что я вообще не могу. Оказывается, чуть-чуть могу, там, еще что-то делать, такое, там, электрику, там. Все это можно делать, и все это гораздо лучше делать, чем нанимать кого-то, потому что это сразу сотни долларов. То есть, там, не знаю, установить посудомойки эти, там, или сушилку со стиралкой, это, там, 250 долларов. Я это настроил, там, за полчаса, да? Прошел, наверное, поменять. Конец. Ну, что там? Ее затащить, типа, слушай, не было, чем настроить. Вот. Что-то такая вынужденная мера. Слушай, давай вопрос так поставим. Если бы у меня был миллион автарапных денег, да, аутсорсил бы я эту работу. В Штатах, короче, не факт. Вообще не факт. Потому что я в доме не нашел ни одной прямой розетки, честно говоря. Они все стоят, типа, криво, косо. Даже те, которые нам инспектор, типа, зафлагал и сказал, что их нужно, типа, переделать на GFCI Protected. Приехали какие-то челы. Эти две розетки, одна, блин, под углом, вот, наклона, типа, я даже не знаю, как объяснить, она торчит чуть-чуть, и она в самой себе, типа, изгибается. Ну, то есть, там, внутренняя часть, типа, изгибается. А вторая, типа, просто вот так повернута. Ну, типа, ты такой, ну, как это возможно, да? Но, к сожалению, это делали, пока дом еще не предложил мне, поэтому я этим челом ничем не могу, типа, предъявить. И я просто знаю, что я потрачу, там, может быть, на 10-20 минут, типа, дольше, но оно хотя бы будет стоять, типа, хорошо, ровно, типа, крепко, да, там, я буду уверен, что все правильно в ней подключено. Это отдельная, кстати, тема, это умный дом, это вообще проклятый. Я по работе настраиваю губернетусы постоянно, и вот теперь... Ой, не-не-не, все, 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 заканчиваем с отдельными темами. Стоп, три с половиной часа, нужно потихоньку финалиться. У Артема в Твиттере эти треды есть, можно читать, там, на самом деле, картиночки и прочее. Реально увлекательное чтиво. Я еще делаю подкасты. Не менее увлекательно, чем рассказывают. Да-да-да. Про это же самое. Смотри, Артем, ты когда сейчас рассказывал финальный свой вот этот блог про то, что почему ты сам ставишь машинки стиральные и розетки хочешь сам делать, мне показалось, что это очень мельчится вообще со всем, что мы сегодня обсуждали. Что тебе всегда хочется все настроить по-своему. Что вот ты там живешь в такой свободной стране, но тебе не хватает там свободы. Ты всегда что-то запрашиваешь, и это очень круто, это очень правильно, очень прикольно. Я хочу в связи с этим спросить тебя. Какая у тебя вообще твоя какая-то конкретная условно-американская, либертарианская мечта? То есть какая конкретная мечта у абстрактного мужика? Чего ты вообще хочешь-то дальше? Ну, наверное, я вот два года не работал, и без работы сидеть невозможно. То есть я все равно что-то делал, да, там какие-то свои проекты. В этом плане очень интересно сейчас происходят изменения на рынке с чат-жпетей и тому подобными штуками. И я вижу при этом деградацию всего вокруг. То есть мы с другом одним часто обсуждаем качество услуг, почему эта разъятка стоит привод. Ты вот мужичком своим понять этого просто не можешь. Ты возьмешь это за шкирку этого электрика, да, почему, типа, да, чел, ты не видишь, типа, да. И оно все вот так сделано, на самом деле. Вокруг, неважно, в какой стране ты находишься, хочется вот с видением обратного, да, с того, что качество важно, внедряться маленькими командами в разные сферы и там делать свои какие-то продукты. И за счет этого, если говорить про американскую и либертарианскую мечту, да, американская она в том, что, несмотря на все регуляции, здесь все равно больше можно делать и быстрее, чем много людей. И предпринимательство здесь ценится как культуру. То есть здесь, если мы там встречаемся с друзьями, мы спокойно обсудим, а где ты там, как сэкономил на налогах, а что ты еще, типа, сделал, да, а как ты вкладываешься в акции, а что планируешь дальше делать, типа, как долго будешь на этой работе и тому подобное. То есть люди всегда куда-то стремятся, выполняя какую-то работу, да, достичь чего-то там большего для своей жизни, для какого-то комфорта. Вот. И либертарианская она, наверное, в том, что это не через принуждение, да, а я надеюсь, что кому-то понравится то, как я делаю там, в том числе свою работу, да, поэтому я там нанят какие-то компаниями, какие-то проекты, и потом, я надеюсь, это транслируется в продукты, которыми я буду руководить уже полностью. Типа того. Ну, то есть там в идеале свою машину делать, технику, предметы интерьера, софт, все что угодно. Главное, мне кажется, это все-таки подход. Ну, короче говоря, получается, что это очень матчится с тем, где ты сейчас находишься. То есть твоя мечта, она совпала с той стратой. Ты можешь сказать, что себя там обрел. Или не совсем. Я чувствую, что, или думаю, что нахожусь там, где мне надо находиться, когда я вижу посты в интернете в духе какой-нибудь очередной запрет, где-то пытаются политики протолкнуть в США, и там, типа, come and take it. Или там говорят, что мы для вас бесплатно что-то запустили. Не бесплатно, а за деньги налогоплательщиков. И я понимаю, что здесь еще миллионы человек думают, что это ненормально, когда за твои деньги тебе говорят, мы тебе бесплатно что-то сделали. Или когда отнимают тебя права, тебе говорят, будет лучше. Ну, вот пока миллионы человек со мной на одной волне, я думаю, что я нахожусь там, где я хочу находиться. А к этому дополняется, что я могу себя здесь реализовывать, еще как я хочу, наверное. Но это все очень связано. Вот и все. Типа того. Ну, то есть можно сказать, что ты готов там остаться навсегда? Да, я очень... То есть ничего там фактического не случится? Я очень часто думаю, что вот с американцами, несмотря на то, какие они вообще разные, в разных штатах, в разных городах, где-то вот на подкорке, они настолько свободны, и что... Ну, типа я с ними коначусь сильно быстрее. То есть какие-то вопросы мы пробиваем за секунды, да? И этот коннект, он важен и глубок. Вот пока мы жили в апартах, я там часто ходил в джакузи, в блоке апартаментов, мы там часто с каким-то челами разговаривали, которые там один... Что-то электросети делал, а второй там... Как-то менеджерскую работу, и они просто друзья типа с колледжей, живут рядом в этих апартах, и... Мы с ними очень много обсуждали и конституцию, и поправки, и постоянно они мне говорили, блин, ты, кажется, думаешь про это больше, чем мы теперь как американцы, но потому что тебе есть чем сравнить. И не думаешь ли ты пойти в политику? Это удивительно, что тебе граждане какой-то страны могут вообще такое сказать. Это крайне ценно. И неважно, пойду я там в политику или нет, я очень ценю, что я могу вообще на эти темы очень быстро поговорить. И мы сразу дойдем там до конституционных судов, до применения там самообороны, войны, чего угодно. И люди не боятся это здесь считать. Я не могу такое сказать про Калифорнию или про Нью-Йорк сейчас, но то, где я нахожусь, это 100% не так. И самая главная, наверное, мысль, которую я хочу донести до зрителей и слушателей, что штаты очень разные. Это 50 разных стран практически, да, в какой-то федерации, где можно просто ездить вместе, и конституция одна для высокого уровня, которая у нее не так много статей и правок. Все остальное, это вообще индивидуально, вплоть до улицы, на которой вы живете, вплоть до H.O.A., в котором ваш дом, типа, состоит. Вот. И он может ограничить там все, что угодно. Или разрешить. И это очень важно. И я надеюсь, конкуренция между юрисдикциями и странами, она будет повышаться, а не схлопываться, как это происходит, например, с Евросоюзом, когда ты уже не понимаешь, какую страну ездишь по факту, потому что есть общие какие-то вещи. Ну, то же самое с федерацией США. Вот. Есть еще очень интересные темы по поводу виртуальных государств и государствостроения, и городостроения. Это все интересно. И, возможно, на наш век еще мы увидим и постройку новых городов или отделение новых там суверенных государств, что-то интересно. Вот. Что ж, будем ждать. Кстати говоря... Будем смотреть. Кстати говоря, если зрители не смотрели предыдущий выпуск, вы можете его посмотреть, потому что там как раз-таки выпуск про город-страну. Синдеку. А, Синдеку. У меня много друзей там пожило. Да. Прикольно. Я успел послушать про Исландию. Было интересно. Да. Если кто-то еще не успел, тоже послушайте, пожалуйста. Артем, спасибо тебе большое. Это был очень-очень основательный и клевый разговор. Несмотря на то, что ты был... Несмотря на то, что ты абстрактный мужик, разговор получился, мне кажется, весьма конкретный. Вот. Спасибо тебе за это. Подписывайтесь обязательно на соцсети, на каналы Артема. Подписывайтесь на наши каналы. Ну и на этом, наверное, все. С вами был Артур, Леша и Артем Динатулин, который, кажется, обрел себя на неродине. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова